Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Андрей Дорохов. Я сейчас войду в маженотаж и начну кричать, но пока я говорю тихо и запинаюсь. Что нас ожидает? Нас ожидает сначала, моя вещь будет состоять из дисклеймера, введение в курс дела, потом я прочитаю теоретическое вступление. Василий будет все это время молчать по твоему просьбе. Третья часть, показ картинок, фотографий моих, которые я сделал в кулебаках, и наш с Василием комментарий, что мы сейчас сможем на этот счет вспомнить. Дисклеймер. Весной 2004 года Василий, которого я до того знал только в ЖЖ, я оказался в Москве, предложил мне поучаствовать в его проекте описания маленького русского города, о котором я до тех пор не слышал совершенно. Это город Кулебаке, находится в Нижегородской области. Василий в нем родился, это его родной город, и он лучше всех знает, что это такое и как там все устроено. Меня он пригласил в качестве фотографа и единомышленника. Мы несколько раз туда съездили, Василий туда ездил, родители жили, вместе со мной в антропологическую экспедицию мы съездили раза 4-5. Где-то в 2004-2005 году это все длилось. Я сделал несколько сотен фотографий, порядка 500-600. Мы сделали много интервью, расшифровали 3 вроде бы из них. Вот. Был заветен сайт Кулебаки.ру, там эти материалы появились, мы их вывесили, и после чего проект впал в состояние анабиоза и ступра. Вот. И в каком и пребывает до сих пор. Книгу мы не написали, сайт доделан не был, интервью обработаны не были, фотографии не были прокомментированы и вывешены. Они есть только у меня в компьютере. Вот. Это был дисклеймер. Объяснение, о чем вообще перед речь. Теоретические ступени. Принеславие. У Василия свое представление о том, что такое Кулебаки и как он до этой книги и до этого взгляда на вещи дошел. Я буду рассказывать про свое. Два. Два первоисточника. Первоисточник номер один. В начале нулевых годов, но скорее всего это было в конце 90-х уже. В Кельне, и он, кстати, существует до сих пор, действовал молодой человек по имени Борис Зивертс. Он был сам архитектором и удачным. То есть архитектором без, который архитектурное образование у него есть, но архитектором он не стал. Он организовал так называемое бюро городских блужданий. Вот так вот примерно. Бюро Филштадт Вандерлунг. Он устраивал экскурсии, прогулки. Компания людей состояла человек 8-10, не больше. В основном пешком, но иногда на велосипедах. И я несколько раз принимал участие в этих прогулках. Это было за несколько лет до 2004 года. То есть примерно 2001-2002. Он сам очень хорошо знал Кельн и, главным образом, края Кельна. То есть там, где город, переходит уже в не город. Была одна совершенно сумасшедшая экскурсия по области Рура. Это вот Дуйсбург, русский бассейн, брошенные шахты, переделанные шахты, промзоны, автозаправочные станции, какие-то зады универсамов. Какая-то странные местности рядом с железной дорогой, по которой проходят люди, которые куда-то идут. Но там же подростки играют в индейцев, там же бомжи пьют пиво. Из этих экскурсий я вам покажу о двух вещах для нехарактерных. Первая вещь — это коронная вещь Бориса Зиверца. Идут изумленные горожане, участники экскурсии, покупают тропинки, им рассказывается что-то такое. Справа там стоят какие-то дома или забор, слева ряд кустов высоких. И еще какая-то железная сетка, забор такой. Смотреть вообще не на что. Причем интенсивно рассказывают, что это не просто совершенно ничего. И вдруг остановка, оказывается, что в кустах слева есть легкий просвет, разворачивается на 90 градусов и пошли туда все. И все туда устремляются гуськом. И там оказывается тропиночка, которая идет, 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 идет. И через 100 метров там костер и какая-то жизнь происходит. Еще идут дальше, там какие-то гаражи, железная дорога. Еще раз разворачиваются на 100 метров, идут еще куда-то и там озеро. И вдруг еще один разворот, и мы оказываемся сзади какой-то автостоянки или автозаправки. Что-то в таком духе. И все время идет интенсивное комментирование, как эти пространства, эти места друг к другу перетекают, друг к другу сталкиваются и как они вообще функционируют. И второй момент, первый это разворот на 90 градусов. И с тех пор у меня и в Кулибаках это было, и до сих пор есть. Когда вы идете по какой-то улице, куда-то вы направляетесь, вам куда-то надо, смотрите направо-налево, нет ли там муравийной тропы, которой можно резко развернуться и пойти вбок. Скорее всего там что-то есть интересное. Не идите по трубе, надо из трубы все время выходить в право. Урок Бориса 19.1. Вторая вещь, которую я с тех пор помню, это, как сейчас стали говорить мем, по-немецки это звучит примерно так. Это так часто повторялось, чтобы сначала ржать каждый раз, когда эта фраза опять возникала. В переводе это значит, здесь натыкаются друг на друга миры, или здесь миры сталкиваются лбами. Имеется в виду вот что, что очень часто одна и та же пространственная конфигурация, то есть один и тот же ландшафт разными группами людей, которые его используют, читается по-разному. И эти считывания ландшафта накладываются друг на друга, или же пристыковываются, у них есть какая-то граница. То есть вот, скажем, элементарный пример. Мужик торгует автомобилями и захватывает публичную зону вокруг своей автопарковки и ее облагораживает. Там сажает травку или ставит заборчик из никелированных палок. А по этому месту ходят люди, которые срезают путь и идут там в свой железобетонный дом там жить. И ему хочется, чтобы они ходили кругом, и он для них специально дорожку сделал железобетонную. А они все равно лезут и срезают ему круг, край его автостоянки. И поэтому он делает заборчик повыше, чтобы было неудобно завязать. Но заборчик повыше смотрится уже не хорошо, как на углу такие ворота стоят. Тогда ему нужно весь забор поднимать, потому что иначе некрасиво или не стильно. А люди все равно лезут и ломают. Понятно, что один и тот же уголочек, который маленький, собственно, это и есть столкновение двух пространств. Одно пространство труба, в которую входят люди, и другое, то есть осуществляется реальное давление людей, и другое это давление хозяина этого предприятия, которое хочет первый поток выдавить. Очень часто встречающаяся ситуация такая, что есть тропинка, это предыдущий пример того, что есть тропинка, и мы идем по ней, и для нас проблемы все равно, а для кого-то это граница. То есть для того, кто сидит сбоку, это граница. Ну, скажем, вот этот вот проход, я могу по нему ходить, для меня это хорошо, дорожка, но для вас это граница зрительного зала. Вы видите ее как место, которое нехорошо переходить, потому что вот вы публика, а я элэспресс не перед вами поеду. И вот можно сказать, что в этом месте сталкиваются что? Две оптики, два пространства, два видения пространства, два смысла пространства, в таких местах вот они сталкиваются. И этого очень много, это очень распространенный такой ход, что в пространстве есть смыслы, их прочтение, какая-то вот логика, и есть места, где происходит клэш или ломание. Вот. Поэтому и говорят, что вот здесь опять столкнулись миры, здесь столкнулись миры, здесь столкнулись миры. Это был рассказ о Кёрнинской инициативе, который существует до сих пор в штат Вандернг. Блуждания по городу, городские блуждания. Я хотел рассказать о Карла Гинсбурге, но решил не рассказывать, потому что, чтобы было попроще. Приходим непосредственно к Клиффорду Гирцу. Клиффорд Гирц это то, что нас с самого начала с Василием объединяло. Он мне, когда меня вербовал участвовать в проекте Кулибак, сказал Клиффорд Гирц, Клиффорд Гирц. Но, поскольку это была атмосфера раннего ЖЖ, и там употреблялась куча всяких имён, и в России это всё делал Клиффорд Гирц, был наконец опубликован и перевезён на русский язык, я большого внимания не придал. А сам собой в Кёльне нашёл книгу Клиффорда Гирца, правда, не то, о которой говорил Василий. Прочитал её на немецком языке первые две страницы, Клиффорд Гирц, я говорю про него как раз и говорил. Из-за него, собственно, и всё. Так что эта фигура очень важная для всего проекта Кулибак. Про Клиффорд Гирца можно знать три вещи. Если вы две из них запомните, это будет хороший результат наших сегодняшних посиделок. Первое – это плотное описание. Клиффорд Гирц – антрополог, он уже умер, жил очень долго, был профессором антропологии Пристонского университета, завкафедрой физики был Эйнштейн, завкафедрой антропологии был Клиффорд Гирц. Одна из крупнейших фигур антропологии мира. Самая известная концепция – это плотное описание. Это всё элементарно гуглится на любых языках, даже если есть текст на русском языке, плотное описание так и называется. В дух словах вот что имеется. Если мы описываем какие-то предметы, которыми пользуются люди, или вид людей, или поведение людей, или жесты людей, то очень мало сказать, как это устроен предмет. Стол – это столешница, четыре ножки, край уменьшается. Вообще говоря, есть описание предмета, но это не плотное, это поверхностное описание предмета. Плотное описание предразумевает смысл. Смысл стола состоит в том, что это стол, что ему можно пользоваться как стол, на него что-то можно положить. Подмикивание. Подмикивание – это движение ресниц, бровей. Как эти штуки называются? А бровей – дёсна такие, дёсны глаза. И понятно, что это какое-то механическое движение, но в той или иной культуре это что-то значит. Это какой-то сигнал, который передаётся и без этого значения сам по себе это самый жест не просто бессмысленно, но он не существует. И поэтому герц говорит, что всё, для чего дотягивается и что использует человек, всё нагружено смыслами, ко всему прилеплены большие смыслы. И без смыслов это не существует. И плотное описание – это описание чего угодно, сопровождённое большим говориловым или объяснением, что это могло бы значить, для чего это используется и так далее. В общем, довольно-очередная идея, казалось бы. Классический пример такого плотного описания, я даже сказал голливудский по своим масштабам, тоже существующим на русском языке и тоже highly recommended. Это статья о герца, посвящённая петушинам боям на Бали. Это Индонезия. Он жив попеременно то в Индонезии, то в Марокко. И он рассказывает о том, что в деревне, в которой он находится, существует такая полу-нелегальная народная забава – петушины бои. И начинают медленно рассказывать, как не хотят показывать иностранцам, как это, в общем, странный пережиток прошлого. Статья большая, и постепенно там нарастает, как мужчины готовятся к этим боям, как они тренируют своих петухов, как это связано с кодексом чести мужчины, что мужчины обязаны этим заниматься, что происходит, когда петуха побивают, что считается, ну там много всяких тонкостей, что за подложь, что не за подложь, что окей, кто молодец. Как стоит, это всё платное, это всё за деньги, как оплата этого дела происходит, очень сложная. Это у меня телефон звонит? У меня нет телефона просто. Ну, звонит. И уже входя в подробности, Агирц пишет как патологоанатом, то есть он глубже-глубже лезет, и вот если есть какая-то ситуация, он в неё вгрызается, и вот рисуют таблички, кто столько платит, какая система выплаты долгов, зачётов, какие-то ставки, система ставок, всё это подробно выписывается. И кончается это дело тем, что объяснение причины всему этому в мировоззрении индонезийцев, в данном случае, бальдийцев. Потому что очень многие вещи, оказывается, связаны с их взглядом на устройство мира. Почему солнце всходит, почему... Ну понятно, что какая-то связь с мифологией, но это больше, чем связь с мифологией. Там очень много всяких связей, и до конца рассказать это просто всё невозможно, потому что там уже нужно подключать какие-то мифы, и получается огромное-огромное дело. То есть начали с какой-то ерунды, и разрослось, скажем так, ба-баб, вот этого самого плотного описания, чего можно раскопать по поводу вот этого небольшого общественного института. Тут возникает новая тема для нас — культура по Герцуму. Как Клиффорд Герц понимает культуру? Есть широко распространённое понимание культуры как высокой культуры. Культура — это музыка Чаковского, живопись, не знаю, каких художников вы знаете, там, вот, Сурикова, скажем, или Энди Уорхола, или антиживопись Казимира Малевича, и там, музыка, там, Джона Кейша, сколько угодно. Это называется культурой. Люди, которые ей не владеют, называются бескультурными. Не умеют ставить ударение в словах, тоже бескультурные. Вот как-то, скажем, это привычный интеллигентский взгляд на культуру. У Герца взгляд совершенно другой. Для Герца это самый Баобаб, скажем так, Баобаб, который нам становится известным в результате усилий антрополога, который его выкапывает. Ну а для носителя культуры он, естественно, его знает. И есть культура. То есть культура, это всё, что имеет отношение к человеку. То есть это все следы пребывания человека, в деятельности человека в мире. Имеет отношение к человеку?! Культура. Имеет отношение к человеку? Ну, типу, не культура. А если и нет отношения к человеку, то это всегда нагружено смыслом. Не может быть такого, что есть объект, неотягощённый смыслом, Он всегда нагружен смыслом. А если он нагружен смыслом, то он уже проваливается в это болото, в этот Бообаб, который разрастается. Реальный пример, который мы думали с Василием, гуляя по кулебакам, точнее по деревне, которая находится недалеко от кулебака. Дорога, явление культуры, это понятно. Стоит столб. Столб, тоже понятно, что это культура. А вот дерево стоит. И на дереве царапина какая-то, кусок коры сорван. Я подхожу и смотрю тупую зомби на сорванную кору и спрашиваю себе Василия, это культура или нет? Это след деятельности человека. Если след деятельности человека, то почему так высоко? Если так высоко, значит уехала машина и его зацепила. Если зацепила машина, значит машина не смогла развернуться. Есть какая-то предыстория, что расставили деревья или шофер не вписался. Совершенно понятно, что это встроено в деятельности человека. Если это место сильно протерто, то есть много раз машина в него втыкается, значит это уже высокая культура, то есть сильно в пользу. Понятно, что стало интересно, получив такое определение, искать край культуры, где культура есть, а где ее нет. Я завис на такой картинке. Человек прыгает в воду, в бассейн, скажем, или в реку. От него идет столб брызг. Вот эти брызги, трехмерная конфигурация, это факт культуры или нет? Противиметно это отношение к человеку. Или это уже за культурой? Ответ пришел со стороны Дэвида Хокни. У Дэвида Хокни есть художник-живописец, картина, которая называется Big Splash, большой всплеск. Изображен бассейн и там огромный всплеск. То есть всплеск, вода, он существует в культуре и как-то он так понимается, он может символизировать свободу или освобождение от чего-то, вход в другую стихию. В общем, при некоторых обстоятельствах форма даже воды от человеческой тушки, бухающейся в воду, тоже может восприниматься как факт культуры. Но это речь о пограничных ситуациях. Я делаю следующий шаг. Культура по Герцову, я с тех пор, уже 12 лет, считаю, что это культура и вообще. Обладает двумя странными особенностями. Есть носитель культуры. То есть люди, внутри которых растут эти самые баобабы, которые, может быть, их изложить не в состоянии рассказать, что такое значит. Но, в принципе, мы все это понимаем и умеем пользоваться. Но человек, который находится снаружи культуры, то есть не относится к группе людей, внутри которых эти самые смысловые, семантические баобабы растут, он изумлен, он не понимает, что это другое происходит и значит, и склонен очень часто оценивать негативно деятельность той группы, от которой он не понимает. Очень характерный пример. Гопники или быдло. То, что называется словом быдло. Мы употребляем его крайне негативно, мы знать не хотим, что там у них в голове говорится, почему они там со своим китчем упиваются и что это такое. Это очень характерный сигнал, что есть некоторая культура, нам недоступная, и там вот этот взгляд на культуру со стороны. Выпиющий пример. Идет бомж и воняет. Как к нему следует относиться? Чудовищный воняет невозможно терпеть. Понятно, что у всякого культурного интеллигентно образованного человека это вызывает раздражение, и раздражение. Антрополог должен понимать, что всякое объяснение, вот вопрос, почему тебя корежит от вида или запаха вонючего бомжа. Вот он не следит за собой. Первая фраза. Он не следит за собой. Это элемент твоей собственной культуры следить за собой. А в другой культуре они по-другому за собой следят. И слежение, слово слежение понимают по-другому, и себя понимают по-другому. И бомж за собой на самом деле следит. Есть бомжи, которые одевают одежду, которую носят модники. Они одеваются по погоде, они за собой следят на самом-то деле. А ответ на самом-то деле очень простой этой ситуации. Для него, для бомжа, его запах не столь регивантен. Он не то, чтобы его не замечает, но в его мире он не столь вопиющ, как в мире ежедневно моющихся людей. Может еще, что в сердце вообще ерунда, и проблемы нету, просто бомж не может мыться, и поэтому он так воняет. Вот и все. И простая загадка в этой культуре нет. Тут я вам скажу, что люди, вот ботинки, у нас у всех не бомжей, есть ботинки. Можно говорить о культуре ботинок, о культуре обуви, там видно большое разнообразие. Я скажу, что ничего подобного, нет никакой культуры обуви, а вы просто летать не умеете. А вот если бы вы умели летать, то у вас никаких ботинок бы и не было. Поэтому обычно люди не имеют летать, бомж не имеет мыться. Это такой аргумент, который элементарно выворачивается. Я всем этим хочу сказать, что определение культуры по герцу, оно очень неожиданное. И оно, это такой инструмент сбивания себя с толку. Если тебе нужно замечать, что ты чего-то не понимаешь, чего-то висит или кажется неожиданным, скорее всего, у этого какой-то есть смысл. Какой? Как догадаться? Непонятно. Прошу прощения, я посмотрю подсказку. Книга, которую я обнаружил в Кемне, которую Василий не знал, называется по-английски After the Fact. После факта. Я прочитал в немецком переводе, по-немецки она называется антрополог в поиске следов. Как-то вот так вот. На русский ее так до сих пор и не перевели. Я предпринял две попытки перевести на русский. Пытался Василия перевести, но так это дело и не доделал. Года два назад я нашел одну девушку в Москве, которая перевела две главы. И послала Анашвили, известный популяризатор гуманитарного знания. И он отказался это дело публиковать. Причем, похоже, что никто кроме меня и пара моих друзей не считает, что это замечательная книга. Необходимая просто настольная книга каждого интеллигентного человека. В своей книге After the Fact на первых двух страницах содержится манифест мировоззрения и отношения к жизни. Речь о времени, об отношении к прошлому, об отношении к времени. Герц заявляет вот что. Нет единого потока времени. Время течет, как течет даже не река, а множество рек. Есть один поток. Есть маленькие параллельные ручейки. Есть какие-то подводные течения. Их множество. И они друг с другом слипаются, разъезжаются. Имеется в виду, что меняются предметы, меняются смыслы, меняются обстоятельства. Но все это меняется с разными скоростями. Это очевидное замечание. Скажем, мы находимся в Марьиной роще. Здесь нет никакой Марьи и нет никакой рощи. Я думаю, что когда-то была Марья какая-то и была какая-то роща с ней связанная. Слово осталось, оно медленно течет. А ликвидация Марьи и самой рощи произошла очень быстро. И вот совершенно ясно видно, что расхождение двух потоков. Вторая метафора того же самого обстоятельства – это облака. Облака медленно плывут, какие-то облака слипаются в новые облака, потом они разрываются, расползаются. И вот так вот устроено время. Из-за этого следует вот что. Если мы пытаемся… Речь о науке. Я в легком развлекательном стиле подаю контент, а Гирс с большим учебным. Жизнь, положившая на это дело. Это его последняя книга. То есть как бы его завещание потомкам. Что никакая логика единая не способна объяснить прошлое или нынешнее. Ну скажем, невозможно объяснить поведение людей или историю, исходя из какого-то одного обстоятельства. Например, рост национализма. Или мордорупадок. Или то, что всех стремятся получить деньги и людьми движет капитализм, грубо говоря, страсть к накопительству. Или борьба угнетенных угнетателей за средства производства и так далее. То есть любая объяснительная интерпретационная схема на самом деле объясняет, в лучшем случае, часть того, что происходит. И вот эта объясненная часть движется с какой-то скоростью. То есть если общую картинку сильно ограничить, то вот это там будет видно. Но если картинку расширить, то есть массы других факторов, которые тоже начинают сказываться. А если взять какой-то вертикальный срез у этих вот столкновений и расползений облаков, то и очень сложно сказать, практически невозможно, почему это так, почему это с этим связалось, почему это вместе смотрится. То есть картина не поддается элементарной интерпретациям. И, собственно, вся его книга посвящена иллюстрации этого тезиса. Книга в речи идет о его жизни. Он провел жизнь, мотаясь между двумя. Между Америкой, одной маленьким городом в Индонезии и маленьким городом в Марокко. И он показывает, как меняется страна Индонезия или Марокко, как меняется культура в них, как меняются города, как меняется он сам, потому что он был студентом, его учили одного, потом теория исследовалась. Это человек, который изучающий. И как меняется представление о том, что вообще происходит в этих местах. То есть он эту простую картинку, которую он залагает на первых двух страницах, он иллюстрирует примером из всей своей жизни. И последние две страницы у него такой фуга, резкий удар, вот какой. Рассказ о том, что это After the Effect. Если мы хотим понимать прошлое, а понимание прошлого это всегда есть понимание предыстории. Понимание нынешнего тоже понимание предыстории. Можно говорить об этом столике, но вот у него один край меньше, другой край больше, это был непрямой. Почему? Ну это элементарный ответ, потому что это мода 60-х годов, это дизайн 60-х годов. Но мы этого не знаем, я не знаю, это столик оттуда взялся, или он сделан сейчас. А, ножки сходятся. Интересно, как происходит. А, там дерево, металл. Скорее всего, это современная подделка. Хотя тоже непонятно. Всяческого рода понимание или описание, оно оперирует к истории, и, значит, мы оказываемся в этой вот травматичной ситуации гирца. и мы каждый раз находимся за фактом, что-то уже произошло, и нам нужно его ухватить, понять, вспомнить. Но вспомнить непосредственно мы не можем. У нас есть только следы. И поэтому фраза after the fact может быть понята как вслед за следами фактов. Это примерно по-английски звучит так же, как полицейские the policies are under the thief. After the thief. Полицейские за вора. Полицейские последуют вора. И смысл истории, к чему это все? Это все к тому, что ничто не дано нам непосредственно. В виде какой-то ясной сущности или какого-то ясного явления. У нас всегда мы имеем дело со следами. И, хватая эти самые следы, их выворачивая, рассматривая, понимая, кое-как, и склеивая картинку, которая иногда склеивается, а иногда и не склеивается, мы восстанавливаем для себя вот то или иное явление. А то иное явление может быть все что угодно. Что такое Битлз? Что такое школа, в которой вы учились? Или кто такой выставок? Если вам придется написать на сочинение, на тему, кто я такой, или что такое религия, например. То есть взять любое понятие, очень хорошо известное. Если вы начали честно его описывать, то вот вы узнаете, что такое глубокое описание и что такое Баабаб Гирца. Это описание начинает разрастаться. Невозможно сказать всего, чего хотелось бы и могло бы сказаться. И Гирц говорит, что это не схлопывается. Это процесс наращивания плотного описания бесконечен. Он возрастается, разрастается, разрастается, и невозможно поставить точку. Вот. Это такая бомба на самом деле. Отправляться с такой, с такого рода идеей что-то описывать, исследовать. Ну понятно, что, да? Мы с Василием, и я решил так. О, ого! Значит, можно взять любую дрянь. Возьмем попроще, попроще. Город Кулебаки, дыра. По сравнению с Москвой, по сравнению с Нью-Йоркой, дыра. Ничего там нету совершенно. Там жить невозможно, никто про это место не слышал. Если гир справ, мы туда поедем и выкопаем там, в любом месте, куда не ткнем пальцем, огромные баобабы, сложности, какую-то такую вот феерию. Вот. Совершенно понятно, что... Ну, мне было понятно, что рационального подхода к описанию жизни, описанию города, не может быть. Ну, в принципе, можете представить, как описать город. Я уже прекратил читать теоретическое вступление и перехожу уже вот к технологии, как вот мы беремся и решаем описать маленький, ну, хотя бы вот микрорайон Марьино Роща или вот, ну, скажем, город Кулебаки. Как это технически сделать? Существует, ну, очевидно, Википедия, да? Такой методологии Википедии. Можно перечислить, что в городе в таком-то находится столько-то школ, есть градообразующие предприятия или несколько их, есть какие-то знаменитые люди, которые там работали, вот есть герб города, вот столько-то километров он занимает от того места, столько-то километров от того места, ну, типа, типа и все, чего вам еще надо, да? Но при этом характер города, его лицо не ухватывается, потому что неизвестно, там, вот, 20 школ, один техникум и одно градообразующие предприятие образует вот какое-то вот лицо или нет? А если бы это было бы два, там, 15 школ, там, три техникума и четыре образующих предприятия, это была бы, какая была бы разница? В общем, понятно, что, что вот такой вот википедный, википедное образование, описание очень много что теряет. Можно описать, скажем, структуралистки. Структуралистское описание это описание в позициях противопоставления. Ну, например, общественное и личное. Вот мы идем по улице и думаем, эта улица, она, вообще-то, общественная, да? Ну, вот мы смотрим, кто-то, поверь, перед своим домом выращивает цветочки. И явно это, как бы, продолжение его палисадничка. Это личное. И он, вторгая, вообще, отхватывает кусок общественного для своего личного. но делает это незаметно, чтобы никто его там не заподозил. Ну, типа, лучше стало всем, но, на самом деле, он, скорее всего, заботится о себе. И если мы такого рода ходы замечаем, вот это возможность их искать. Ну, например, еще и все такое. И идет маршрутка, и в нем сидит водитель, и вокруг него, ну, как знают, разложены иконки или там фотографии актрис или Сталина, и разложены ковры, например. И такой у него, типа, дом возник. И для этого явления я в Донецке услышал слово «одомашний рюнье». То есть, публичная сфера, вот, на нее проектируется. Ну, если кто-то видел, как охранники, которые живут в каких-то домиках, они ставят какие-то домашние стулья, собаку там кормят, и превращается это в их такой вот будка, где вообще их рабочее место, в такой, как бы, их дачу. То есть, они там, как бы, живут. И это вот происходит в такой процессе. Понятно, что оппозиция публичного и частного, вот, при помощи нее можно вот искать следы их так интерпретировать, что-то мы при этом наварим и скажем, найдем. Ну, можно сказать, что можно изучать структуры власти. Кому принадлежит власть в Кулебаках? Кому принадлежат деньги? Или, например, есть бандиты, а есть обычные люди. Или есть бизнес, и есть просто покупатели. Есть дети, подростки, и есть пенсионеры. Но нам Гирис говорит, что на самом деле мы что-то каждый раз будем таким образом наваривать и понимать, что это все неплохо, но всегда это малая-малая часть того, что есть вообще и что вообще можно заметить. Поэтому радикальный подвод сторонником, который я был, и который я навязал Василию, был такой. Мы выходим, как зомби, нанитяне в город, не зная о нем ничего. Но это был уже с самого начала обман, потому что Василий сдал по городу силу. И на кого наткнемся и спрашиваем, что это такое? Фотографируем, интересуемся, просто будто мы в первый раз в жизни это дело видим, как будто мы в Индонезии, не знаем вообще ничего. И, например, мы смотрим, идет молодая мать с детем, может мне спросить, это Ваш ребенок? У Вас есть муж? Кто вообще такая? Стоит здание. Почему на здании нет таблички? Видно, что на здании официально нет таблички. Загадка. Или есть табличка, баня. А мы помним, что там баня, люди туда мыться ходят, лепить или дела решать, или этот сконспирированный публичный дом, что это такое? Нам это все интересно. И понятно, что такое прочесывание сквозь город с неясной целью, но с диким интересом, могут в идеале, чем больше их сделано, там истории начинают повторяться, может быть начать склеиваться, начинают догадываться, что это значит. И чем больше таких проходов по городу сделано, то в результате должно появиться не иерархическое описание города, но, скажем так, сетевое, которое устроено из каких-то... В рассказе кого-то о своей жизни, о своих каких-то приключениях, в немуарах могут проявиться какие-то элементы общего разговора, общего понимания дел, которые и в другом интервью тоже проявятся, мы будем понимать, а это там с этим связано или с другим связано. Про некоторые вещи невозможно поговорить. Ну, например, в Кульбаках было несколько киосков, на которых написано слово мороженое. Но торговали там не мороженое, а торговали там семечками и пивом. Вот. И есть фотографии, правда у меня с собой ее нету, но стоят два киоска. Один закрытый, на нее написано мороженое, не работает. Второй открытый, на нее написано мороженое, но более красиво со снежинками. И он тоже работает. Мороженого там нету. Вот. Почему он закрыл? Ну, мы не можем спросить, кому он принадлежал, почему это так. Почему называется вообще мороженое? Вот. Мы с Василием подумали, и такой вопрос, а как вообще его назвать, этот киоск с мороженым? Что там, пивом назвать? Семечки? Ну, вроде мороженое, ну, а домашнее? Что-то домашнее, что-то такое нежное. Иногда бывает написано куры-гриль. Правда. Но там курами грили и торгуют, а не мороженым. Вот. И это вот одна из проблем, которая перед нами сегодня стояла, что мы можем задать больше вопросов, то есть вот стоять на позиции последовательного, такого марсианского идиотизма, и всё замечать, и на всё-таки с пальцем спрашивать, почему это так, то большое количество ответов мы, собственно, и не получим. Абирогены этого не знают, или рассматривают это в качестве издевательства, просто. И нам приходится ответы допридумывать. И, в принципе, это совсем не то, о чем говорил Герц. То есть мы шли в большом количестве случаев по кулебакам, как два таких супермозга, или один супермозг на четырёх ногах, и мы больше придумывали, фантазировали, играли с возможными интерпретациями, столкованиями, чем это было нужно для аборигенов. На всём теоретическая часть кончена, и сейчас начинается демонстрация фотографий, насколько она технически возможна. Прибору нужно некоторое время раздухариться. Если у вас есть какие-то вопросы, то можно задать. что анализ того, что не может быть фактор приправлено, это не по-гински, да? Я думаю, что мы не можем, то есть это наши фантазии будут, того, почему там мороженое, а продается привод. Значит, мы должны каким-то образом вытаскивать из того, что мы видим. Значит, чем, если мы вытаскиваем из того, что мы видим, наш взгляд отличается от взгляда аборигенов? Спасибо. То есть для него это вещь несуществующая? Нет, я про аборигены, которые парятся, но, тем не менее, там жил уже давно. Есть ли разница или нет? Абориген не исследует эту ситуацию. Он не ставит вопросов. Я иду по Марьиной роще здесь и замечаю, что есть деревья двух толщин, потоньше и потолще. И я из этого делаю вывод, что, скорее всего, было две волны заселения деревьев и этого ландшафта. Скорее всего, местные жители вообще этого не видят и не склонны об этом думать. Такая же ситуация, как с киоскомороженое. Если бы я здесь жил и действительно уперся бы рогом, то, в принципе, надо было бы... Я предполагаю, что это какая-то гипотеза. Она проще, чем теория струн физики. В принципе, можно было бы выяснить, были ли волны заселения деревьев, как мне кажется, когда я увидел 3-4 дерева. Я просто ошибаюсь. То же самое и с киоскомороженое. Если бы у меня был какой-то информант, то есть какой-то абориген, которым я плачу и который, собственно, всю информацию и добывает. Он бы сказал, что я помню, что раньше это было так, они принадлежали, скажем, одной фирме, и все киоски мороженое были одного дяди Васи, а потом его отжали и так и не остались. И в городе есть еще масса других киосков. Может, они и раньше действительно продавали мороженое. Может, просто это след, как какое-то слово, как граффити написанное на стене, которое просто осталось, и местные жители его видели тысячу раз, его не воспринимают и не замечают никак. то есть оно для них не существует, оно для них нерелеванно. И это, кстати, тоже дефект такого вот анархистского панк-подхода, который мы сейчас представляем. Мы заставляем каждую царапину, каждую трещину в асфальте, каждое слово, написанное на стене, иметь смысл. Причем смысл глубокий, такой бесконечный смысл. входить в Баобаб, часть Баобаба. А может быть, внутри культуры, я вас обвожу рукой, как аборигенов, а внутри этой группы людей, возможно, что-то нерелеванно, просто этого нету. Они не знают, они морочатся и все. И ответа нету, что делать. Потому что, может быть, мы такие с Василием веселые, богемные, как сейчас говорят, хипстеры, но тогда никаких хипстеров не было. И вот мы там развлекаемся и усматриваем. Такая игра. Интерпретация семантики, смысла окружающей среды. Интерпретация пространства. Но не как текста, а как осмысленного протяжения в пространстве и времени. Но я все время говорю, что эта вещь неадекватная. Причем она не привязана к цели, как я понимаю. Какой цели? Заработать деньги? Ваша личная цель что-то узнать, кроме того, что, возможно, вытащить смысл из того, что Вы видите, и у Вас просто сам процесс с торгой. А, хорошая мысль. Процесс с торгой, действительно, это раз, и он больше того. Я хотел сказать в конце, к чему это привело, но раз речь об этом зашла сейчас, я скажу об этом сразу. Я употребляю такое выражение «эффект уллибак». Он заключается вот в чем. Это антидепрессивные действия подобного рода деятельности. История такая. Объяснение такое, что интерес к этим следам, к знакам, к людям, примеряет с миром, с этими людьми и вытаскивает из депрессии. Ну, например. Реальный случай. В Фейсбуке, значит, я пишу о том, что я снимаю антропологическое кино. Вот. И 2-3 года назад я приглашал всех желающих снимать кино вокруг себя. Вот. И все, что есть интересным, вам все можно снимать, или неинтересно, это не имеет значения. Вот. И один парень написал, откуда-то, я даже не знаю, откуда скажем из Москвы. Что у него есть соседка, кубанская казачка, огромная уж страшная, ужасная тетка, которая каждый день выходит в лентах своих, ну, видимо, все даже знают, как выглядят тетки в лентах на московской лестничной клетке, и поет другим голосом песни о знательных массу. И танцует при этом. И она вот дико выводит из себя. Вот. Я просто обалдел. Да. Вот, по-моему, это надо снимать кино просто. Каждый ее выход, каждую песню, и сделать там, ну сколько она раз это делает, там, пять, десять, там, двадцать часов. Представляете, тетка поет и танцует. Вот это вот антропологическое мясо. И если вдруг этот парень вдруг понимает, что это, что это уникальный материал, что это он не подставит в видеокамеру, то это просто исчезнет, этого не будет, и что за этим нужно охотиться, как бы за грибами, это большая ценность. Вот если он это начинает понимать, он начинает охотиться на эту тетку, и она из раздражающего фактора, что жизнь там не удалась, что там все мои сверстники живут уже в Лондоне, а я эту дуру слушаю, вот она мне спать не дает, он превращается в, вот слегка меня коллизирует, он таким коллекционером становится. Вот. И вот на него это действует, действует не то, что облагораживающе, и ему становится интереснее жить. Ну скажем, вот такой вот мотив. Спасибо. Кусок. Ну, для начала несколько примеров, которые показывают, что все, что я сказал, это имеет отношение к непосредственной практике, а потом просто будут идти фотографии, если мы что-то сообразим, я буду говорить, а если нет, то нет, да. Вот. Это библиотека в городе Кулебаки. Это эпизод описан на сайте Кулебаки.ру, и там вот начало Баобавы есть. Библиотека ДК, по-моему, называется. Библиотека Дома культуры. Во-первых, сама библиотека устроена как пространство, медленно движущаяся и меняющая свой смысл. То есть там сначала счет идет на полметра. То есть перед входом стоит шкаф, в котором находятся книги, которые пользуются повышенными спросами, которые дают почитать за деньги. То есть погружаться в эту бесконечную пещеру библиотеки не нужно. Делаешь шаг, разворачиваешь, соберешь книгу, сидит рядом библиотекарша, она там рубль или полрубля или два рубля, вот, на тогдашние деньги, и уходишь и читаешь. Дальше стоит фонд с книгами, которые в собственной библиотеке. Дальше есть отдельная комната, которая называется читальный зал. На самом деле такой храм русской литературы. Там развешаны портреты русских писателей, причем они в рамках разной формы. Есть овальные, есть прямоугольные. Пушкин удостоился бронзового бюста, покрашенного черной краской. Есть каталог систематический, которым, скорее всего, никто не пользуется, потому что любую книгу библиотекарша может просто дать. И там, собственно, в оси библиотеки несколько полок содержится. Вот. Дальше мы попадаем еще глубже. Несколько шкафов. А, да. Это... Я сейчас расскажу про пространство, а потом про шокшина. Мы попадаем в место, в которое... Да. Место, которое еще публичнее, от места которого уже, ну, спецхран, говоря по-русски, отделено вот этой самой оранжевой полосой, которая была сфотографирована. Там раньше, я так подозреваю, стояла стена. Этого библиотека уже не знает, потому что она новая пришла на работу. Но я знаю, что библиотека была спецхрана, я подозреваю, что это был такой спецхран. Вот на уровне этой самой стены снесенной лежат подшивки журнала радио, которым пользуются радиолюбители, там, за 70-е, за 60-е годы, но которые вот очень далеко спрятаны. А еще дальше, у самой последней дальней стены стоят закрытые шкафы, которые никому не показывают, там тоже не показывают, там какие-то были дореволюционные книги с ятями, и пьесы для театра тоже начало 20-го века. И это вот пространство, которое меняет по себе смысл, для чего ей нужно, вот это вот такая библиотека. Приходит в библиотеку вот эта самая полоса. Значит, большой зал, который вот масонская ложа русской литературы, это вот слева, вот она масонская ложа русской литературы, Пушкин присутствует два раза. Вот, и, ну, вот, московскому, ну, скажем так, московскому пустобреху хочется пошутить. Два Пушкина и два раза написано 220 вольт. Значит, эти 220 вольт верхнего Пушкина, а эти 220 вольт нижнего Пушкина. И такого рода заключений хочется их делать. Мне кажется, что они просится с языка. И понятно, что здесь есть симметрия каких-то предметиков. Вот это, по-моему, две чашки. У этого листик еще живет, а этого нет. Значит, Пушкин еще зеленеет, а Горький нет. Да, стоят в читательном зале эти столы, но имени никто никогда не пользуется. Это такая показуха. И мы еще не раз столкнулись с тем, что очень многое в разных пространствах, что на улице, что в публичных пространствах, в библиотеке или у людей дома, выглядит музеально, как музей. Как будто инсталляция эта выставлена для рассматривания, упорядочена не так, что там удобно жить, но это то, на что нужно смотреть. С стороны такой эффект. Давай посмотрим про Шукшина. Про Шукшина у нас в библиотеке произошло открытие третьего глаза. Огромная доска, ну не огромная на самом деле, маленькая. На стене висят книги Шукшина и газетные статьи. Сверху на руке написано «Талантливая жизнь», лозунг, как его герой Шукшин в чем-то оставался наивным, то есть верящим в людей на мгновенно, Сергей Герасимов. И здесь написано «Все женщины Шукшина хотели ребенка от него», но ребенка закрыто. Мне понятно, что эти три фразы «Талантливая жизнь» про наивность и веру в людей и про ребенка, их можно раскрутить, если кто-то изучал культурологию в их общенном заведении, можно вырастить интерпретационное дерево. Например, про женщин Шукшина. Я даже сообразил, что хотел от него ребенка, был ли Шукшин при этом секс-символом. Можно ли его уподобить Элвису Прессе, например, или Высоцкому, от которого женщины тоже хотели детей. И что это говорит современный житель в лице города Кулебаки? Что она пропустила свой момент, что Шукшин уже помер, а вот она от него ребенка не понесла, а вот если бы она на два сет назад жила, вот бы она, конечно, у нее был бы шанс. И что это говорит про литературу? Тогда хоть книжку почитают, а ребенка от него нет, тогда хоть книжка. Тот, кто это повесил, он в директоре библиотеки или научной работнице, она понимала, что это возможно такая интерпретация или нет, или что она имела в виду. А кроме того, этот заголовок из газеты, и поэтому у него есть еще своя предыстория у тех, кто его писал и придумывал. Ну например, написано «талантливая жизнь». Чья так талантливая жизнь? Имеется в виду, что Шукшина, а у меня талантливая жизнь. Это значит, что у Шукшина талантливая жизнь плюс ему, а я бездарную жизнь, или это у всех талантливая жизнь? Или же это имеет в виду, что у всех женщина талантливая, Но понимает это только Шукшин. Если будем читать Шукшина, то и на нас это перепадет, и мы можем что-то такое начнем понимать про себя, и для нас будет выгода. Или же нам нужно просто завидовать на него глядывающим. Или же это имеется ввиду, что странная такая комбинация, к которой не пойми как к ней относиться, а к оксюмарон. Талантливая жизнь, зеленая вода, черт его знает, что это такое. Высокое искусство по ней не разбери. С наивностью Шукшина тоже проблема. Он оставался наивным, верящим в людей необыкновенно. Но наивный какой-то лох такой, дурачок. А с другой стороны, верен в людей необыкновенно. А если бы он не верил, то тогда ты читатель, тогда тебе вообще не жить. Потому что только вот такой, как Шушейн, верил в тебя необыкновенно. А обычно-то обыкновенно, и кто в тебя верить не будет. А, ну тебе тогда понятно, почему женщины хотели от него ребенка. Причем это можно читать женщиной этот заголовок, а можно мужчиной, что вот от него-то хотят ребенка, а от меня нет. Понятно, что на эту тему можно выстраивать семантические конструкции, можно придумывать дальше, можно развивать или накручивать. Да, горький, портрет Горького. Это первый зал, его тупик. Мы пошли в зал, справа сидит девочка, которая библиотекарша. Стоят ребрами на нас книжные полки, и на тыльной стене висит портрет Горького. Буревестник революции. Видно, что мужчина очень волнуется, что это пафос. Юмор состоит в том, что огнетушитель, он тушит огонь. То есть изображение огня и огнетушителя, то есть буревестник революции. А это такая, не кровавый Путин, не знаю что это, контрреволюция. Еще юмор состоит в том, что висит детской рукой сделанный рисунок огнетушителя. И это уже очень похоже на всемирно известную работу Джозефа Кошута, у которого есть стул, фотография стула и описание из словаря, что такое стул. И понятно, что это наследие такого хода, что это не трубка известного. Объект по-разному репрезентирован и неизвестно где. Короче говоря, еще стрелочка вправо, а там стена, там что-то написано, я не помню. И стул хороший, это стул, который я не влез, явно его выбросить было жалко. А может кто-то на музее сидел, гуляют лицом в стену. Мы вдруг видим, что эта вещь не по оси висит, что она чуть-чуть сдвинута. Скорее всего шкафы стояли не так или там гвоздик был за Горьким, который повесили. А может быть там раньше что-то другое, там часы какие-то висели, которые больше не ходят и повесили портрет Горького. Портрет Горького, я думаю, скорее всего повесили потому здесь, что есть разные портреты писателей в библиотеке. Некоторые, я сказал, в овальных храмах, мы видели портрет Пушкина, портрет Горького. Есть портреты налепленные на такую типа кафельную плитку, а этот какой-то странный, он не такой. Скорее всего он был один такой портрет, откуда-то принесенный. И может быть его некуда было девать, и поэтому, предположим, были часы, которые сломались, был какой-то непарный портрет Горького, который не вписывался в ряд русских писателей. Было много разных писателей, сделанных в одном стиле, вываливающихся из этого ряда. Его повесили на это место. И в целом это похоже на инсталляцию современного искусства. По-моему, это круче, чем Джозеф Кошек. Все кулебаки выглядят и интерпретируются таким вот образом. Что это такое? Строится новый дом недостроен. Это въезд. Это при виде сбоку почтовые ящики. Здесь несколько почтовых ящиков. Скорее всего, здесь стояло несколько изг, которые были снесены, и почтовые ящики к ним относились. Я предполагаю. Я ни с кем об этом не говорил, а говорить об этом невозможно. Мы просто идем по улице. Какая-то доска в явлении. Дико крутая и интересная. Может быть, здесь был клуб или кинотеатр. Но не может быть, чтобы влезли на почтовые ящики. Здесь их три штуки, там чтобы шесть. И какой-то, может быть, не знаю что. Эти камни лежат красиво. И сразу возникает тема сад камней. Но это стопперы. Это чтобы автомобили не подъезжали и не парковались. Да, на улице никаких автомобилей, естественно, нет. Но, может быть, там приезжают эти автомобили и не нужно, чтобы он парковался. То, что они препятствуют для движения, это очевидно, потому что идет тропинка, которая идет вокруг. Да даже люди ходят вокруг. Ну и дом не достроен. И видно, что спереди белое, спереди красное, а изнутри белое. То есть, по-видимому, красный кирпич является то ли дорогим, то ли особенно ценным, то ли особенно престижным. И дом строится из белого кирпича, а потом сверху покрывается тонким слоем красного. Но обман или самый обман заключается в том, что я это фотографирую, просто видишь это прикольно, что мне это нравится, мне нравится этот пейзаж. Но вот этот рассказ про стоперы, про след от шести домов или от шести семей я придумываю уже постфактинг, когда смотрю фотографию. То есть, это очень ненаучный подход. То есть, никакой антрополог так бы себя не повел и вести себя не должен. Тем не менее, это типичная ситуация наших с Василием полевых исследований. Да, еще при этом очень может быть, что у нас с ним были разные подходы к кулебакам. Я пёрся по всему визуальному, и мне были интересны картинки. А Василий, он более филолог, и ему нужен был текст, а картинки в книгу не всунешь. Кроме того, потом оказалось, что картинки делаются с очень маленьким разрешением. Их все равно, даже если бы сделали книгу, невозможно было бы использовать. Они там были сантиметр или два сантиметра шириной. Типа у них 400 пикселей что ли разрешение. В общем, это ерунда. Но я иногда об этом не думал, и фотоаппарат у меня был мыльница. И я очевидным образом зависал на руинах, разваленных тропинках, про которые нечего сказать. То есть рос массив фотографий некомментированных. А программа описания города по Герцию как-то росла куда медленнее. Давайте дальше смотреть. Ну вот одна из моих обсессий. Руины. Лавочка с каким-то очень странной такой формой. Хочется сказать дореволюционной. Ведро, очевидным образом, для курения положено. По-разному она сломанная. Тема руин, следов любви к этому делу, непонятно почему. То есть я могу много говорить о руинах, можно сказать о романтизме в 19 веке. Что богиня Никасом Афракийской, или как ее зовут. То одна без головы, другая без рук. Что она красивше без рук, чем с руками. Это и тема любви к руинам, и ненависти к свежепокрашенному, прямоугольному, новому, к дизайну. Но это вот ранние такие мои первые шаги в этой самой обсессии, которая жива до сих пор. И которой я, честно говоря, не очень знаю объяснения. Я сейчас употребляю для этих вещей слово абандон. Такие брошенные дома, брошенный дом как след чего-то. Или в данном случае лавка как след чего-то, или ведро как след чего-то, или тропинка как след чего-то. И, собственно, для эстетического переживания, для сильного удара себе в мозг не нужно знать предысторию. Она мне нравится такой. То есть мне вот такая лавка нравится, а музейные экспонаты мне не нравятся совершенно. То есть у меня произошло резкое изменение. То есть вот эти абандоны для меня заняли место высокой культуры. Чего Герцеса совершенно в виду, кстати, не имел. Ну вот типичный часто встречающийся объект. Естественно, у меня газ, газификация пространства. Эти палки, их круги, эти самые вентили. Давай дальше. Кафе Березка. Палки покрашены в духе березки. И они такие тоненькие-тоненькие, что эта крыша становится такой тяжелой и неоправданно тяжелой. Кроме того, слово кафе написано как-то странно. Музей. Музей Кулебак. Такой большой деревянный фасад. Теремок. И за ним идет большой ангар. Спереди стоит ремейк этого фасада, сделанный из металлических... По-моему, это куски каких-то деталей для самолета. Потому что мы познакомились с конструктором ферритовых колец для самолетных двигателей. И, может быть, это как-то с этим связано. Там какое-то было такое производство. Ну и сверху железный ленин стоит. Внутри музея история Кулебак. Вот офигительный платок красный, в котором интересные аллигатуры. Связи между буквами. Сейчас совершенно немыслимые. Там труд Рэй ученщик. Октябрь. Переплетение. Вещь очень красивая. Я так охал в этом музее и все фотографировал, что нас почти арестовали. Отвели к директору музея. Она собиралась вызвать милицию. Потому что подумала, что мы понаехали из Москвы. Хотим все фотографировать. А потом самое ценное. А потом музей ограбить и все продать. И, соответственно, она сама напоролась на интервью. Потому что все, что она говорила... Она ругалась на молодежь. Почему молодежь не ходит в музей и так далее. Грамота сталинского времени. Я много лет изумлялся на эти черные полосы. И как они связаны с черными полосами на грамоте. Ну вот, 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 вот. Абстракция. Все красное налевлено как сверху. И много позже я обнаружил, что здесь серенькие такие полосочки. И что это просто профиль завода лургического. И что эти черные... Я думал, что это со следы арабского шрифта какие-то. Что это такое? Но на самом деле вещь более прозаическая. Это тоже в музее то, что производится заводом, который, по-видимому, был раньше военным. А теперь металлургический огромный завод. А вот стал вот такой велосипедик классный. Такой-то есть в этом шизоватый сюрреализм, но... Была у нас... Давай дальше. Такая коровь сель, но она направлена в направлении, значит, этих велосипедов в одну сторону. Видно, как вот эта коровь сель, они направлены только в одну сторону. Да, да. Но она не совсем крутится, потому что тут какое-то железо есть. Беда тут заключается в том, что мы очень не хотели след за герцем считать все это экзотикой. Нужно понимать. Если кто-то интересовался кунг-фу, то движение кунг-фу кажется очень странным китайским танцем. Но если этим заниматься, то они очень функциональны. На самом деле все оттопыривание ладоней или прижатие к себе локтей, они нам нужны, чтобы чужая нога мне не попала по ребрам. Это все очень функционально, хотя выглядит как китайский цирк. И экзотизм, то есть увидывание такой непонятной странности, это как раз лишает понимания. Хотя обладает эстетической притягательностью. И тем не менее мы, или я уж точно, все время впадали в экзотизм. То есть я просто балдел от всего этого. И понимать какие-то конструкторские резоны за этой штучкой. Может быть имелся в виду соболеты, кстати. То есть это такая задница, такой вот соболеты. Но я тогда здесь сделал бы пропиллер. Но пропиллера здесь нет. А это похоже на Citroen 50-х годов. То есть много на что похоже. Но опять же я фантазирую, как будто я увидел экзотическую бабочку. А заставить бабочку не видеть, а видеть смыслы, получается далеко не всегда. Потому что кроме этой фотографии больше ничего нет. Там можно стоять полчаса. Но все равно у экскурсоводов спрашивают бесполезно о том, что это такое. Один из жителей Кулебак был в Арктике, в Антарктике. И привез двух... Да, кстати, не описано, что эти самые пингвины его. Вот по поводу этой фотографии. У меня... Мой собственный автор из эффекта, мой собственный папа. Вот у меня была такая фотография в детстве. Вот именно такая, большого размера. И на ней был собранный штамп. Такой штамп по штампу в Арктике или в Антарктике. Вот. Мне принес ее мой папа, который тоже военной области работал. Я не знаю, это та же самая фотография, она просто была в андеграунде, как кассеты с Высоцким ходили, распространялись. Это такая классная, прикольная фотография. Битлз или тюлень. Или же это действительно с этим мужиком связано. Неизвестно, да? Вместе собрана музеальная экспозиция. Яйцо. Тут оно не видно, но оно расположено на какой-то такой крепежечке. И оно не вертикально, а под углом, как лампа такая, как бажоз лампы. Двое животных и такая фотография, которая, боюсь, что точно. Создает настроение. Тот же самый музей Кулебаки до Октябрьской революции. Так, это мы находимся внутри выставки фотографий. И изображен, кстати, бой, по-моему, Петухов или Гулгул. Кого? Гусиный бой. А, гусиный бой, да? Вот. Это такой пример от Клиффорда Гирца, типа, ребята, правильной дорогой идете. Здесь тоже. Мы так прямо помлили и подумали, что гирц бы это раскрутил, но мы так... Ну, видно, что стоят у окна столы. Значит, это не для чего-то, а для чего-то другого применяется. Ну вот, настоящая фотовыставка в городе Кулебаки. Да, смысл такой истории был еще в том, что мы это поняли и такая наша была словка, что в Кулебаках, то есть в любом месте, есть все, что есть в Москве. Есть искусство, есть фотографии, есть театр, есть поэты, есть бандиты, есть коррупционеры, есть милиционеры, есть матери-одиночки, есть художники независимые, непонятые, есть голливудские фильмы, есть мороженое, есть девочки, которые модно одеты, есть мальчики, которые не модно одеты. То есть все примерно то же самое, что есть средства транспорта, есть больницы, есть завод, есть безработные, но в очень уменьшенном варианте. Этого меньше по количеству, но, в принципе, это тоже есть. А свойства меняются, когда это уменьшение количества или нет? Ну да, мы дойдем до клуба поэтов, например, и там поэтические книжечки, это такие тетрадочки, А-3, А-4 сложенные и написанные таким, не хочу сказать, что это наивный бред, но такие специфические самодельные стихи. Но инфраструктура вокруг них настоящая, потому что там есть председатель местного клуба поэтов, у которого уже много таких книжечек, и он в тетах, которые к ним приходят и пишут стихи, держит очень строго, и он следит за высокой планкой русской поэзии и так далее. То есть понты там высокие. Но с нашей точки зрения это выглядит смешно, но опять же, что же очень смешно, если я антрополог, то не смешно, но наоборот мне очень интересно. Потому что, опять же, можно сказать, что то, как кулебаки для Москвы смешны, то, как Москва, с точки зрения Лондона или какого-то маразианского города, тоже смешно, потому что у нас нет системы отсчетов, не за что зацепиться, нет как по-настоящему. Есть баобабский кулебаб, есть московские баобабы, и их сравнивать сложно, как невозможно сравнить. Кто сильнее? Курица? Не знаю, даже еще лучше. Лао Цзы такой был, да, он сказал, что кто сильнее, жук или орел? Кто кого победит? Но если закопается в грязь, то жук выползет, а орел там в грязи сдохнет. Но если жук и с орлом взлетят, они лбами столкнутся, то орел сильнее, но они не столкнутся. И поэтому лягушечка, самая сильная, там где она прыгает, страшная хищница типа акулы, для каких-то комариков. Жук страшный хищник типа акулы в своем масштабе, а орел страшный хищник типа акулы в своих небесах, и сравнивать их невозможно, сказал Лао Цзы. Что касается культур, то вовсе не очевидно, что культура Марьиной рощи или культура Москвы, которая, скорее всего, напластование многих культур, сложнее, круче, интереснее, парадоксальнее, чем культура, я не знаю, какой-то района в Индонезии или в Индии. Это заранее не очевидно, и не очевидно, что их человек вообще можно сравнивать. Какой язык богаче, у кого больше синонимов для слова зеленые. Поэтому, понятно, что кулебаки маленькие, бедные и игрушечные, но на самом деле это реальные люди живут. И, кстати, это фактор примирения с отечественниками. Не то, что их понять, а что у них в голове растет, и что каждый из нас мог быть на этом месте. Ну вот я уже сказал, как с теткой, которая танцует на ластичной клетке и поет. Она мне очень симпатична, а те, которые не поют и не танцуют, у меня уже не симпатичны. И поэтому я не могу сказать, что эта тетка примитивнее, чем певцы Большого театра, например. Потому что мне снимать в кино видео про певцов Большого театра совершенно не интересно. А про такую тетку я бы снял. Это вход в музей, это огромный зал музея Ангара. А на входе висит реальный политический плакат. Я смотрю в будущее, говорит Николай Илья Быкин. А он городской голова, он хозяин Кулебак, да? Ну сейчас он уже сидит или его ищет, я точно не знаю. Собирил будет или нет. Он разговаривает с народом, есть завод металлургический. Написано, сохраним завод и возвратим в Кулебаке. Завода не будет, Кулебакам Ханан. И Кулебаке вот завод, а вот Кулебаке. Музей и по-видимому здание мэрии. Одна из центральных площадей города, здесь пасутся козы. Давай дальше. Кафе Удача. Что-то здесь такое происходит? То ли это с последними станциями автобуса, да? Какая-то остановка? Нет, нет. Там обычно собирались банкеты устраивать, там что-то происходит. Нет, я имел ввиду такой огромный плац, площадь асфальтовая. Это не конечная остановка автобуса? Нет. Это не конечная остановка автобуса, это просто кафе. Там была кошмарная сцена. Мы с Василием, совершенно усталые, приходим туда. Снаружи кафе Удача покрашена розовая краска. Внутри ангар на дикой громкости рубит поп. Какой-то танцевальный, такая толстуха, в общем пляшет, будь здоров. Мы там сидим, пьем какую-то жижечку, и я незаметно ее фотографирую. Я фотографирую со вспышкой, как она видела. Видно, что там от нее тень падает, что это вспышка, полумрак. Она, не помню остановится или нет, но ко мне подсаживается худая тетка, старуха. Я не уверен, что вот это, но вот такого вида примерно. Какой-то полупрозрачной платьице. Но женщина так, в районе 60 лет. Ко мне тесно прижимаются все грудь, начинает поменять лица. И что-то такое наношептывать и говорить, если мне куда-то поить. Я на меня клеит. Причем это первый раз в жизни. И непонятно почему, какое-то какое-то отношение к предыдущему. А мы такие с Василием ботаники. Я каждый раз боюсь, что такое сделать. Я не знаю, что там морду мне не набиться. Я не знаю, что там происходит. Это очень неожиданно происходит. Вот. И я, э, нет там, нет. В общем, на шею я ей не кидаюсь, еще не потею. Вообще не знаю, что делать. И она мне плюет в ухо, дует еще. Вот так вот. Вот. И, типа, сам не знаешь, сказал в комментальную фразу сам не знаешь дурак чего-то решился. и отвалило. Мы собрали пожиточки со своими гитофончиками и оттуда побежали. А потом, кто-ли мы там уже узнали, кто-ли мы сказали, что она заведующая местной больницей. А больница нас очень интересовала, потому что большая тропологическая тема. Завод это опасное производство. И большое количество людей заболевает. Просто у них рак легких или, в общем, понятно, что на заводе, конечно, антисанитария полная. Они лечатся в этой больнице. И вообще больница это большой институт и ярмарка культурологии, антропологии. А раз я теперь не вступил в отношения с директором больницы, как бы у нас это оказалось закрытым. Я так думал, как бы антрополог на самом деле должен был поступить в Индонезии какой-то. Это был шанс или нет? Но это такое, опять же, размышление. Как шипшин почти. Да-да-да, точно-точно-точно. Прекрасный такой вид озера, труба, завода сзади. Настораживать должно то, что в озеро втекает проток и края озера прямые. Да-да-да, это никакое не озеро, это пруд для охлаждения воды технологический. У каждого металлургического завода есть рядом большое количество прудов, где оставает вода. То есть это элемент технологического процесса. Это такой же пруд, но только весь зазеленевший. Это стена металлургического завода. В некоторых местах мы хотели проникнуть на сам завод и Василий знал места, где можно завода дефундировать туда, но они оказались все закрытыми и мы на завод так и не попали. В нашем походе вокруг заводов мы нашли одно место, которое мы описали на сайте, то есть оно дошло до главы книги. Оно называется лед и пламень или лед и ярость. Шум и ярость. Это значит вот что такое. Вот этот вот самый заборчик из палок состоящий, смотанной кончей проволокой, это стена завода. Труба это уже завод. Прямо в стену завода под 90 градусов утыкается Деревенская улица. И стоят дома прямо 10 метров до забора, стоят с другой стороны. Здесь находится железный кран. Мы здесь пришли ночью, и ночью все было освещено белым светом, и этот кран кидал металлолом с очень большой высоты метров 6-10, ну будь здоров. Грохот был невероятный. И освещено все белым неоном, и эта деревня, и как там можно жить было непонятно. Мы пошли днем и обнаружили стоящую бабульку, которая благим матом орала просто на завод, что-то такое. Но мы на нее напали, к ней пришли, она подумала, что мы журналисты, которые что-то напишут про это безобразие, что людям жить не дают, и что-то в ее мире произойдет. Мы у нее взяли интервью, мы поварили ее дома, она поговорила, и это попало на сайт, один из немногих материалов. Вот это интерьер ее дома, второй этаж, и вот это окно, наружу вот виден завод, и там вот железная разгрузка. Это мы в музыкальной школе? Да. Ну вот это интерьер музыкальной школы, большое количество баялов. Опять видно, это самая музеальность, симметрия, красота. Вот это не швейная машинка, а тоже баян. Вот это балалайки, красивая газовая труба и странный объект, кружочек с точечкой с двумя губками. Такими, то ли голова уточки какой-то, то ли кто-то пытался логотип айнштурцентной балкой нарисовать. Но, скорее всего, ни то, ни другое, поскольку колер, краска та же самая, что коричневый, скорее всего, это что-то такое, связанное с газом. Сожженный дом. Мы, ну или я, наслышав про то, что зажигают дома для того, чтобы расчистить помещения и строить новые здания, вот вдруг увидел, что настоящий сожженный дом, не бандиты его сожгли, да? Но выяснить это не удалось. Но если бы его сожгли бандиты, хотели бы что-то построить, то могли бы... его не снесли. И места там очень много. То есть... Страховка? Ну, может быть, страховка, да. Рынок, на котором не было ни одного разговора, но через который я много проходил, это, конечно, домики из палочки красивые. Это тот же самый рынок, вот, панорама. Старые советские ящики и газеты. Это вход в... Нет, это Кулебак и Межрайгаз написано. И что? Ну, Кулебак и Межрайгаз. А, Межрайгаз. Это, значит, газовое управление Кулебак. Долгострой, который очень... Долгострой, и моя любимая тема, что... Руины, они прямо строятся как руины. Они не... Это не какие-то дома распадающиеся, а новые, оно уже всегда одной ногой в могиле. Вот, и старые дома отличаются от новых тем, что старые медленнее распадаются, а новые просто вот созданы для мусора. Ну, как пакетики, которые вы покупаете в супермаркете, новый пакетик, вы тут же его выбрасываете, да. А старая там какая-то чашка или блюдо, которое куплено много лет назад вашей мамой, оно в мусорное ведро не влезает, оно более долговечное, да. Вот, это такая же история с домами. Недавно построенная, оно ближе к своей смерти, чем что-то построенное раньше. Опять же, это поэтизация такого гирца. Я могу гирцам прикрываться для такого рода метафор. И, кстати, в его текстах содержится такого рода ход. Могу в качестве оправдания рассказать. Он написал книгу об исламе. Его любимая тема такая, что много разных исламов, нет какого-то одного ислама, есть разные потоки, которые там что-то смешиваются, накладываются. И внутри ислама тоже много чего, поэтому никакого ислама нету. И в своей книге он сравнивает разные исламы с театрами. И ислам в Индонезии, это вот похож на идонезийский театр. То есть где расположены сцены, где расположены места, где там собственно сцены даже нету, где расположены действия. То есть пространственное построение театра, оно в каком-то смысле структурно эквивалентно картине исламского мира Индонезии. Но тоже, казалось бы, притянутая за уши метафора и поэзия такая. А тут почему? Ну не просто потому, что новое здание разрушивается, но окна в непостроенном доме уже заложены. То есть дома еще нет, уже ясно, что здесь окон быть не должно. И даже то, для чего окон быть не должно, тот функционал здания, тоже ликвидирован, потому что здание не строится. То есть окно там на самом деле будет сделано или в другом месте. То есть я, когда это дело видел, забывал, вот они, вот они эти самые нити времени гирца, которые в одном месте переплелись. Вот вам стоп-кадр, это может развиваться в разные стороны, но вот это вот видно в одном объекте. Вот эти вот временные асинхронные потоки времени и смыслов, естественно. Потому что, если это стена, это один смысл, это окно, это другой смысл. Давай. Ну, часто встречающийся объект — это первый этаж жилого дома, который рефункционализируется в магазин, и поэзия разного рода объявлений. Здесь видно плохо, так что... Вот мы читали все, что здесь написано. Вот. Я очень люблю рукодельные шрифты. То есть вы видите, что написано близко вместе, а там это большое расстояние. Такие вещи. Анти-дизайн и... Там этого много. Странный объект, которого сейчас уже мало где есть — это выпивалка лекарон. Она стоит очень нефункционально, очень далеко от любого здания. Это огромный пустырь за футбольной площадкой, и ковер туда просто не донесешь. Ну вот, да. И сторона уже стоит поперек, не под прямым углом к тропинке. То есть, явно там раньше тропинки или движение людей пространства было устроено по-другому. То есть, я вот это такого рода объект воспринимаю, как остатки древнего города, раскопанного там, я не знаю, раскопали археологи, и вдруг там дом стоит поперек, под странным углом к улице. Ну понятно, что другие были раньше улицы. Вот такого же рода вещь, который не вписывается в структуру окружающегося пространства. Это, вроде бы, современный микрорайон, жилой комплекс, но очень низенькие домики. Видите, они, в принципе, должны быть более высокие. Но это мы встретимся с более вопиющим видом. Так мне кажется, что они из земли еще не выросли, и грибочи, которые чуть-чуть из земли показались. Вот край Кулебак. Вот это еще Кулебаки, где дорога, а вот там уже не Кулебаки. Вот. И помойка. И я себе обнаружил, что я фотографирую помойки. И я слышал про то, что современные художники там какашки выставляют, или помойки фотографируют. И вдруг я себя поймал на том, что я, вот это вот я, оно и есть. Это вот ужас. И мне это нравится. То есть это близко к разрушенности, никакого вот отторжения или негатива у меня совершенно к этому нету. Но я себя застукал за этим. Вот еще вот район низеньких домиков. Я знаю, куда мы идем. А вот. Вот это вот ноги Василия, его жена. А вот это вот хозяин местного клуба велосипедистов. Клуб велосипедистов превратился в секту. Был у него какой-то руководитель, харизматический лидер, который умер. И вот его лучший друг и заместитель ведет секту дальше, ну клуб дальше. Туда только особых людей принимают. У него много всяких медалей, вымпелов. По-видимому, умерший предыдущий лидер. Вот Василий пишет на магтафончик. Такое включенное интервью. Но ничего из этого интервью я вспомнить не могу. Это было 12 лет назад. Но помню, какой же это ужас. Что же он несет такое. Но это вот опять позиция колонизатора и культурного империалиста. Ну вот, следы. Здесь явно висела труба отопления, которая была оторвана. Там стена под ней розовая, потом сверху была замазана зеленым. Вот почему-то вот этот есть след и отопительный прибор был большой. Но перед ним висело что-то маленькое. То есть, может быть, сначала отопительное средство было маленькое, потом покрасили стену, потом сорвали. В общем, понимаете, тут их несколько слоев. Странный железный вирт, непонятное предназначение, просто на дворе. Какая-то платформа. Мыть машины. Мыть машины. Но она узковатая для машин. Потом сверху машины не моют. Да, ну. Раньше просто с другой стороны, скорее, что было запускано детской горкой. Если в одной стране забирались, выпускали. Может быть. Может быть. Вот интересное место. Проезд под железной дорогой. Шире от машины несколько сантиметров. Проехать реально невозможно. И туда же устремилась такая мохнатая труба. Такой alien. Подпираемый такими палочками. Причем моя машина зашла. Сверху поезд идет. Надо бы, конечно, видео снимать. Но тогда видео не снимал. Это велопробег. Мужик тоже. По-моему, это другой велоплод. С детьми отправился на велосипедную экскурсию. То есть на несколько велоплодов там? Да, да, да. Конкуренция там. Правда, все есть. Это дворец планиров под Кулибаками. Я там был без Василия. Ничего там не помню. Люди укладывают асфальтовую дорожку. Не помню, что это такое. Стройка, пожар. Какой-то советский институт. Это радиозавод. Радиозавод. Сейчас имеет другой вид. Да, Василий говорит, что он имеет другой вид. То есть полностью разрушен совершенно просто. Но он был такой мертвенький. Давай дальше. Ну, народное творчество в виде индустриала. То есть эти полосочки сделаны от руки. Такое рукоделье, которое замаскировано под функционализм. Типа это для чего-то такого надо, индустриального. Но на самом деле это народное творчество в виде полосочек. Еще более крутая вещь это рукодельные дорожные знаки. Если вы где-то видите такое и не можете уворовать, то к нему фотографируйте. Это бывает очень редко и становится все реже и реже. Но рукодельные полоски, которые отпугивают людей, не хватайся туда сюда, тоже с моей точки зрения большая ценность. Вот это ближе. Ближе видно. Не знаю что. Пожарная часть. Пожарная часть. Давай дальше. Это забор. Может быть вокруг завода, а может быть нет. Скрепленный проволокой это был. Потом он упал и превратился в дорожку. То есть втоптанный вот он виден. Да-да-да, это дорога вдоль стены металлургического завода. Это центральная площадь, которая находится рядом с гадским управлением. Это мы находимся внутри мэрии. И плакат написан. Терроризм, угроза обществу. Я его, думав, в фотошопе сильно увеличил и рассмотрел. Там рассказано, как бороться с поджогами, или если террористы бросят распылять газ и что-то. В таком духе. Один из очень интересных, неожиданных и шокирующих эпизодов. Мы пришли просто так, шли мимо и зашли в мэрию. Там оказалась девочка в клум-раке сидящая. Это фото со вспышкой. Которка там не поворачивалась лицом и говорила с нами из-за плеча. Но мы все-таки к ней заглянули, заглянули ей все-таки в лицо и обнаружили, что у нее огромный синяк фингал под глазом. Ну тут уж мы точно от нее не отстали. И она рассказала, что ее сегодня утром избил муж. Хотя не хотела об этом вообще говорить, но мы как два шукшина к ней пристали. И она рассказала о том, что хотела выйти замуж, вышла замуж. А муж нехороший. У мужа друзья. Он с друзьями пьет, а вовсе с ней дома не сидит. И семья разваливается. Она не знает, что делать дальше. Ей не хочется здесь сидеть. Она хочет куда-то поехать учиться. Но опять же муж против. И из разговора с ней возникла неожиданная тема существования молодой семьи в Кулебаках. У нас только немножко другая история. Потому что муж на Колумб ездил как раз. Это тоже была отдельная тема. И он возвращался и ругал ее за какую-то бесхозяйственность. То есть он где-то месяцами уезжал. То есть месяцами его не было дома. Он ездил в Москву на стройку. То есть это не такой местный публик. А хозяин, который прожил в дом деньги, обеспечивает ее. Согласка, как сейчас помню, 3000. И пьет он ее за какую-то ее бесхозяйственность. Они полностью как бы... То есть он был сверху. Это такой традиционный патриархарный костейный мастер-мастер-мастер-мастер. Они как паттер. Я думаю, что следует с ним с твоим описанием. Да, да, да. Значит, это совершенно у меня вылетело из головы. И я не помню. Видите, какая... Кошмарная история. Но я сочувствовал этой девушке. И все пытался у нее узнать, почему она его не бросит. Почему она не уйдет своим путем. Ну, вот тем и менее. Мне таких фотографий очень много. Это протоптанные дороги, по которым ходят люди. И вот я завис на этих вот паутиных перекрещивающихся дорогах, которые асимметричные, сдвинутые. Ну, как вот есть дети или молодежь фиксируются на трещинах на асфальте. Вот что я считаю kitchen. То есть фотографии трещины на асфальте типа B. А вот под разными углами пересекающиеся вытоптанные тропинки. Я считал, что это очень круто, так и эстетически более продвинуто. Вот. Ну, сейчас смотреть на это дело странно и я не знаю, что сказать. Ну, вот тоже футбольное поле, которое расположено вот так вот. И здесь оно вытоптанное. Ну, кстати, перед воротами. Смотрите, что в воротах одного контрфорса нет. Вытоптанное перед воротами. А это тропинка, которая людьми, которые ходят, которые, может, даже не дают себе отчета в том, что это футбольное поле. И такая загородка, которая идет совершенно по-другому, которая должна не пускать машин. Но, по-моему, там машин быть не может, потому что там тоже, в общем, машин не доедешь. Может, чтобы мяч не летал футбольный, я не знаю. Ну, по-моему, это красиво. Это тоже дорожка, потому что здесь протоптанная одна дорожка видно, и протоптанная вторая дорожка. И забор, который отчасти проницаемый. Школа и перед школой сделаны из железных труб спортивные снаряды. Это какая-то внутренность школы. Рукомойник в туалете или на кухне, я не помню, но по-моему, офигительно. Отреставрированный школьный класс, что школа была пустая, потому что мы были летом. Интересным образом, что парфты покрашены в тот же самый колер, что и стены. И только пол чуть-чуть отличается. И все такое блестящее. И не сразу поймешь, что в этом интерьере не так. Он очень холодный, серый и киношный. Туалет это большинство следов многословных. Какой-то предбатник спортзала тоже в школе. Вот две двери. По-видимому, это кабинет труда. Цифра 7 висит. Замок. Сорвенный замок. Какой-то ребеночек идет в стену. А это Windows. Мы купили пиво и девушка, которая наливала пиво, брала ложку и ложкой выгребала пену и кидала ее вниз. Я успел выхватить камеру и щелкнуть ее. Она это увидела и быстро отреагировала, как два ковбоя, которые вставят в пистолет и бросает эту ложку, потому что это какое-то палево такое. О чем это говорит, я не знаю. А, вот сборник стихов местного поэта Юрия Процева. Как это выглядит. А самого Юрия Процева мы еще увидим дальше. О, это фотография чуть-чуть звукоряда. Это в доме культуры, студия звукозаписи. Это офигительно гуру сидит. Очень важный человек, у которого пишется местный шансон, местный хип-хоп, местный хэви-метал, местный инди-рок. Все это, безусловно, существует. А это все его студия. Больше нет, по-моему, просто сверху на полочке. Там стоят две маленькие колоночки. Серебряненькие. Компьютер, какой-то кубейс там у него, два кассетных микрофона и все. И он гуру такой. К нему ходят на прием, договариваются о встрече заранее. важной фигурой. Да. А это Володя? Сергей. Слева Сергей. Интересный человек, работающий на разных работах. Он нам рассказывал про лесопилку. То ли он на лесопилке работал, то ли он, может, не пошел работать. Нельзя или что-то там. А вот здесь микрофон может быть. Нельзя или что-то произошло. Но он известен как исполнитель местного шансона. Такого криминально задушевного. А этот самый режиссер пишет, что будет в минусах. Вот. Исполнитель шансона считает, что у них отстой. В Кульбаках, а в каком-то другом городе, Густокрустальном что ли, да? В Муроме что ли? В общем есть... В Кульбаке не идет железная дорога. Туда доехать можно только на автобусе. И Кульбаке такой... На концерты там никто не приходит. Вообще местные не понимают такой настоящей музыки. И поэтому он ездит на гастроли в Муром, в какой-то более крупный город. Но без кассеты, без записанных песен, музыкант вообще никуда. Я не знаю как сейчас, но в определенное там количество времени там он жил как-то исключительно за счет музыки. Вот. То есть он выступал, записывал диски, там на радио шансон он даже попал, ездил в Питер. Причем закончился, не знаю, как его сейчас сложилось. В общем, лесопилок он уже больше не ищет. И искал. О! О! Это еще один дом в состоянии недостроенности, недопеределанности, недоразрушенности. Интересны, конечно, красные полосочки разной степени плотности, доходящности. И там вот вверху опять антидизайн. Давай. О! Моя любимая. Вот когда я говорю кулебаки, я имею в виду вот это вот. Где-то с одной стороны, не помню с какой-то, а по-моему с той, это автобусная остановка и там удобный путь. И какое-то пространство огорожено этой трубкой, чтобы люди не ходили. И трубка, это стальная труба, она очень толстая. И она силой народного движения втоптана в землю, в общем так прогнута. То есть это значит, поколение девочек, бабушек топтали, 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 и вот проложили, продавили. То есть дорога это сила. То есть люди идут по дороге, это вот много, это сила, это вот поток, это материя. То есть вот эта вот семантика пространства это вещь не поэтическая такая, не иносказание, а это вот сила, которая гнёт трубы. То есть если стать на пути такого прущего потока смысла, то трубы гнутся, думал я. Маленький магазин с товарами с разными. Под Кулебаками находится, больше не надо остановить здесь, не город, а деревня Велетьма. Выглядит как абсолютно деревня, в центре нету металлургического завода, и Велетьма на самом деле это рабочий посёлок Кулебакского металлургического завода. То есть работа там есть, и люди едят в Кулебаке. То есть это типа Кулебак, но минус завод, и соответственно минус всякие, нет там кирпичных зданий, то есть и прочее. Там мы нашли, ну Василий вам это знал, вышли на него на народов умельца, у которого дома был гончарный круг, который поёт, сочиняет песни, который рисует картины. такой потрясающий мужик с бородой, и настоящий художник такой, Леонардо да Винчи такой местный. Давай сегодняшнюю картинку. Это вот он играет на своем инструменте. Вот пейзажи его сзади видны, и видно, что у него нету трёх пальцев. Ну вот абандон, руины, смерть, упадок, любовь. Памятник какой-то. Ну это памятник Киеву, в честь которого они названы заводом. Ну вот люди идут по тропинке. Такая очень важная идеологическая фотография, такая ситуация, она тоже описана и тоже есть на сайте. Так я её патетически назвал критерий отсутствия апокалипсиса. В 2004 году более сильно распространены слухи, что конец света, всё хуже и будет ещё и ещё хуже, и вообще вот всё, скоро всё накроется и ничего не будет, просто Россия и народ умирает. И я первый раз начал призывать что-то не так, когда увидел смеющихся девочек, которые в кульбаках стоят в очереди за мороженым, дошли, ну там два человека перед ними, достояли, посмотрели какое-то есть мороженое, мне понравилось, пошли за другим мороженым. Я стал подозревать, что скорее всего это на ситуацию апокалипсиса не похоже. А тут в лучах заходящего солнца куча рабочих строит, расширяют хату, делают её шире и строят ей огромную крышу. Ну вот такой символ того, что по крайней мере есть люди, которые вот знают, какая жизнь устроена. Неяйный планетянин должен сказать, что у них апокалипсис и скоро они все загнутся и город Кульбаки прекратит свое существование. Вот такая вот жизнеутверждающая лирика великого русского поэта, как что-то такое. Жизнеутверждающая лирика проекта Кульбаки. Это кадр из квартиры, в которой я жил. Там жила женщина, которая меня впустила, она сама ушла к своим родственникам, и её квартира была настолько вычищена, всё было расставлено аккуратно, что у меня возникла идея интерьера как музея. Дико всё музейное. Один кадр из многих. И вот странный объект. По-моему там ничего нет, но он похож на урну для праха. Он просто становится красивый и покрыт цветочками. Я, честно говоря, не помню. У меня есть ощущение, что я его открыл, и пустой фарфор с какой-то странной крышкой. Но вот этот хрусталь отделён от фарфора. Один день сервис от другого. Эти предметы, которые стоят на разных расстояниях. Какая-то пипочка стоит по оси симметрии. В общем, это приложено усилие для наведения порядка красоты. И так на всей квартире. Вот фотография, я её сильно высветлил. На самом деле она такая мрачно-серо-чёрная. И для меня это напоминает вот о чём. Это плиты чего-то недостроенного аптека, что хорошо резвиться, когда ты живёшь какой-то антрополог из Кёльна или из Москвы, и там вот интересуешься и прикалываешься. Но если ты там очутиться и начать там жить, то очень может быть, что депрессуха или меланхолия тебя таки скрутит так, что тебе мало не покажется. И что всё-таки оптика антрополога, она совсем другая. За ним есть, как в случае с Гирцем, приз университета западный. А вот если вот ничего у меня кроме этого не было, вот я бы на это дело смотрел, я бы, наверное, свихнулся. То есть это такой, то что я говорю, моя смерть. То есть это я это вижу и будет так устроен мир, после того как меня не будет, говоря пафосно. А мы пошли к парню, который группный художник молодой. И он расписал всю свою лестничную клетку, ведущую к квартире, разными картинами. Вот это, например, облака. А это мы на новый год, новый 2005 год в доме культуры, в котором проходит детский утренник новогодний, там, Снегурочка, Дед Мороз. Было очень интересно, потому что мы поговорили с директором культуры, но я ничего не помню, честно говоря. Это компьютерный класс в доме культуры. Какой-то вот в этом есть какие-то передвижники, Лев Толстой, вот что-то такое. Мальчики так постриженные в таких рубашечках или что-то. Ну, хулебаки зимой. Ой, это женщина, я ее хорошо помню. Мать, многотепная мать, у нее очень много детей. Сколько, 5? Около 4 или 5. 4 или 5 у нее ребенка. Она такого болезненного вида. Вся квартира изнутри красная, вот, от красных непрерывных ковров, которые висят везде на полу. Все остальное пространство завешано картинками, либо детскими рисунками, либо репродукциями картин и надписями. Есть надпись папа, есть надпись спокойствия. И она рассказывает тихим голосом. И вот тоже мне было ощущение секты. Секты из одной семьи. Очень странное, гнетущее на это впечатление произвело. Вот кусок стены, за словом папа. О, это женщина, Алена ее зовут, да? Алена. Она хозяйка от то ли одного, то ли двух киосков в кульбаках. То есть это местный малый бизнес. Большой бизнес это металлургический завод, а это малый бизнес. У нее комната, квартира комната, евро отремонтированная. Она такая розовая, какая-то вот лев такой нарисован на кровати. Сама она тоже так выглядит, будь здоров. И у нее какие-то были сложности с мужчинами, она говорила. Да. А ты не помнишь? Можешь ли слово сказать? Ой, я сейчас не помню, в чем там суть. Да, да. Что-то у меня были сложности с мужчинами, наполовину проимпровизирую. Вроде бы, насколько я помню, но это может быть не так. Что все ребята какие-то простые, и ребята рассчитывают на простую девушку, которая можно помыкать, но она такая забитая девушка, простая. А мужики все настоящие. А она бизнесвумен, причем успешная. И для ребят она вот такой когнитивный диссонанс. Она не может себе найти парня, который вот то ли тоже бизнесмен, то ли вот что-то, у которого есть что-то противопоставить ее бизнес-успеху. И она собиралась мобилировать в Москву. И она мобилировала, и сейчас у нее какая-то карьера на каком-то телевидении. Не знаю на каком, но явно не на первом или втором канале, а потом не знаю региональном. В московском, может быть, она что-то ведет. Я помню историю, что она эмигрировала в Москву, а потом вернулась обратно, потому что мы с ней переписнули. А потом она один раз эмигрировала, вернулась обратно в Кульбаки, потом еще раз уехала и стала вот на телеканале работать. Вот успешная бизнесвумен. А это ее противоположный угол. Вот в нем кровать, на которой она сидит, а на этих диванчиках мы с Василием сидели, когда брали интервью. Вот Сережа со своей женой, звезда местного шансона. Вот в кафе это мороженое, я не вижу, что написано, но вот эти формы железных решеток тоже стало моей такой фиксацией. О, хороший дом. Мне немножко стыдно за это об этом говорить, но балконы здесь не были по прямому. Явно не имею в виду продолжение одного и того же, но они подскочили, возможно, от этой приставки, но они подскочили не на такое расстояние, а на меньшее вроде бы. И вверх вылетело. Дом как бы расслоился, и это оправдывает, почему я это фотографирую, об этом рассказываю. Вот его горох, он глазастый, какую вещь наблюл и так умею сказать. Но в принципе, даже если бы этот дом был симметричный и окей, он тоже был бы достойным фотографирования. То есть дом не обязан быть каким-то экзотическим уродцем, чтобы вот приезжий хипсер его фотографировал. А то, что все-таки мне такой дом интересен, интересно про него рассказывать и делать людям, зрителям, какой кадр вкуснее, мне от этого неудобно. Потому что, собственно, я ничего не могу сказать толку, почему это произошло и что, собственно, такое. Да, 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 ради бога. А может быть, на самом деле, стена здесь ни при чем, а с той стороны, в которой мне было лень идти ходить и посмотреть, что с той стороны находится, что-то такое находится, что его приподняло. Но ассоциация с Тетрисом вполне возможна, да. Можно расслабить вообще все фасады всех домов, как компьютерную игру в Тетрис, ради бога. А вот Юрий Процев, который поэт, книжечку которую мы видели, он у себя дома, он на самом деле крупный физик и инженер, профессор. Металловед. Он профессор-металловед, причем очень высокого уровня, то есть он понимает про феоритовые кольца для двигателей-истребителей, будь здоров. Вот. И профессор, реальный профессор. У него книги по физике, и он показывал какие-то японские дипломы с голографиями, с голограммами, то есть будь здоров. Одновременно он поэт эротической лирики. А за стеной ходит его жена. И он нам рассказывал тихим голосом, что на самом деле в объекте его воздыхания есть предмет, то есть девушка, которую она делает, пишет, но жена слышать не должна, потому что он жене рассказывает, что вот его вся эротическая поэзия, она вот просто вот про прекрасную даму, которая никак не персонифицирована. Но при этом очень хороший и привычный человек. Да, пару слов скажу. В принципе, я публиковал на сайте Топос часть его стихов определенный подвиг. Там не только эротические стихи у него есть, но они тоже. Кто интересуется романской поэзией, может посмотреть, потому что обычно она как бы очень скучная, а он пишет очень изобретательно. У него там какие-то совершенно неожиданные вещи, это смешно как бы, и совершенно необычный эффект. Не надо сказать, что он на кого-то похож. То есть это явно оригинальный проект. Можно забить просто в исковике Юрий Протцев, Топос, и выйти в его лаконочко. Я не помню, где мы находимся. Это, возможно, Дом культуры. Дом культуры — это репетиционный зал. Репа. И девушка — лидер местной инди-рок группы. Инди-рок существует. В кулебаках вот она достает свою электрогитару. Это бас. Это бас-гитара. И она рассказывает о том, как Москва коррумпирована, особенно московское радио. Наши радио, которое инди-рок российский заводит. И что у них есть стандарты и построение песни, что там гармоничное, что там считается не гармоничное, что там аранжировки, не аранжировки. И все-все-все-все регламентировано. И если ты не попадаешь в эту сетку, то тебя просто не передают, не важно, какая у тебя поэзия, не поэзия, в общем, жуткий-жуткий формат в сфере, которая считается сферой альтернативного неформатного рока. И вот это ее очень заботит. И она такая простая, честная, такая тру-шечная девочка. Песен ее я не помню. Не помню, что она пела что-то или не пела. Там, видимо, она еще владела тоже лальком небольшим. Да, я тоже не помню. Она рассказывала, как их собирает администрация какие-то, кто тоже вводит нам стандарты. Вообще она была против стандартов. Были только бастят. И в чем эти стандарты, я, по сути, тоже не помню. Что-то их обязали делать. Как-то витрины, что ли, обороны. Может быть. Зато я помню кое-что про этот самый дом культуры. В Доме культуры на стене висело расписание кружков. И расписание кружков там было примерно таким, что... Ну, так я импровизирую. Кружок археологии и географии. Heavy Metal группа там Демоны Ада. Коллектив там дальше... Садко. Садко. Кружок кройки и шитья. И я так... И там расписание. Я понял, что надо же неделю проходить и ходить в каждый кружок, потому что это просто нереально. Оказалось, что все это фейк. Ничего этого нет. А сделано просто для показухи, чтобы показать, что дом культуры работают. Но кое-что было реально. Значит, реально студия звукозаписи, которую мы видели. Вот репетиционный зал вот этой девушки. Другие там тоже были. И там Heavy Metal вроде как какой-то все-таки Death Metal играли. Хип-хоп, то есть Breakdance был. Ну вот что в таком духе. Но кройки и шитья, к сожалению, не было. То есть вот. Очень жарко. Ну... Пейзаж Кулебак. А... Вот одна... Две обсессии. Я даже сказал три. Первое это слово, выделенное к желтым. Роскошь ваш дом. Мебельный. Мебельный. Мягкая мебель и так далее. Наивное искусство или аутсайдер-арт в сфере плакатов. Может быть я послеповат, но вот эта вот вещь смотрит... Я здесь вижу гуся с короной. Вообще как-то двоится такой легкий сюрреализм. Но больше всего я люблю, конечно, вот эти самые решетки, которые не круглые. Такие угловали. Такое квадратное солнце. Встает над горизонтом. Ничего брутальные, классные вещи. Это Арбат. Это место в Кулебаках. Это бывший рынок. Или он здесь может существовать? Просто ты показывал старый рынок. Он практически не действующий. Раньше там было много всего. А сейчас он переместился в центральную часть. На самом деле не центральная, но это часть на Востоке. И эта площадь называется Арбат. Почему никому не известно? Ни Кулебачалу. Есть некоторая площадь в Кулебаках, которая называется Арбат. И там с Арбатом что-то связано. Поэтому называется такси Арбат. Это вагончик, внутри отрезан кусок. Там стоит стул, там сидит мужик и принимает заказы такси. А дальше, по-видимому, комната отдыха для водителей такси. Про эту женщину я помню, что она религиозная, фанатичка православия. По-моему, она бывший преподаватель физики, если не ошибаюсь. Или что в таком духе? Она заведующая детской библиотекой. Заведующая детской библиотекой. Она говорила только-только-только о православии. Занудлива очень, однотонна и очень так бу-бу-бу-бу-бу. Ее интерьер, тоже, заметьте, весь ли стоит из цветочков. То есть, места живого нету, а нет цветочки. Это я в многих местах видел. Посмотрите, куда не падает взгляд. И даже на ней самой цветочки. Поэтому такое общее галлюцинаторное впечатление. И мне сейчас пост-фактум кажется более интересной не столько она, сколько ее муж и ее сын. Между ними явно, мне кажется, или мне хотелось бы это расковырять, существует какое-то напряжение. То есть она их явно подавила. Она активная, она говорящая. И она все показывает. Она показывала Библии, которые есть, старые книги. А они такие помалкивающие. Интересная семья. Все? Все кончилось? По-моему, там что-то еще было? Ну, может быть, это и все. Все. Спасибо. Нам больше сказать нечего. Если вы что-то еще хотите узнать или спросить, или поддержать, или рассказать, я с удовольствием вас выслушаю и отвечу. Если нет, то все. Каковы были ваши цели перед началом проекта? Изменились ли они на стадии сбора информации? Как вы сейчас видите цель этого проекта? Цель – это самообман. Это один из факторов, который действует. Я… опять Герц вспоминается. Герц – это сумма множества предысторий, в который можно углубиться и уже из них не вынуться. Я жил в Кёльне. И в Россию прекратил ездить уже лет 12 к тому моменту. То есть наезжал в Москву увидеть маму там на 2 дня, раз в 3-4 года и это все. И для меня одна из целей была, например, вернуться в Россию и посмотреть на нее. То есть научиться пользоваться родиной не как Москвой, а вот вообще как русские живут и что это такое вообще значит, как жизнь устроена на самом деле. Интернет, наверное, был ЖЖ, но мне не казалось, что дойдет адекватное представление, и мне нужно было как-то поиметь отношение к России. И вот этой цели я достиг. Я насмотрелся и нафотографировался, проник в туалеты своих сограждан везде. Хотя далеко не везде. Я понимаю, что еще очень много чего есть, до чего мы добрались. Сейчас посмотрели фотографии 60-80, а у меня их порядка 500-600. Но это тоже, я понимаю, что малая часть того, что можно было бы сделать, если бы там жили долгие годы и ходили бы просто как сквозь стены проникали и все фотографировали. Книги мы не написали. Хотя мне хотелось бы, чтобы это существовало в виде книги. Как это существует в виде интернет-сайта, я не представляю себе, как это можно было бы трансформировать в книгу, потому что очень многое завязано на обсуждении фотографии. Когда фотографии пришлось бы их описывать как-то, то есть по-моему в виде текста это было бы не столь животрепещущим, не столь офигительно, скажем так. Явно тут уже была такая идея, что можно с кондачка просто в качестве придурья двух интеллектуалов взять и поехать познавать жизнь. Как интеллигенция ездила в народ в 19 веке посмотреть на крестьян. Вот так вот мы поехали. Честно говоря, жизнь мы не познали. Я так и не понимаю, как эти люди живут на самом деле. Я их практически не знаю. Я не могу себя обманывать в том, что наконец-то я понял Родину, вот она какая есть, теперь я тоже русский. Вернулся к своим корням. Я это патетически, демагогически сказать могу, но на самом деле это не так. Но огромный вопрос у меня остался. Ухватывает ли вообще вот эта деятельность, то, что можно было бы назвать характер города или характер места. И вообще есть ли у города какой-то характер, какое-то лицо. Сказать-то можно. Хочу написать портрет города. Но можно ли действительно рисовать, можно ли ухватить, есть ли что для ухватывания. Потому что очень многое, что есть в пулебаках, оно есть где-то в другом. То есть детали они кочунят. Ну и лица же тоже. Какой-то специфический нос есть у кучи людей или прическа. А вот есть вне системы характер лица, который собран из повторяющихся элементов, которые есть много где. Это такой мировоззренческий такой вопрос. Мне казалось хулебаки очень хорошо чувствую, их узнали. Может это был самообман. Но важнее всего для меня была эпопея с Гирцем. И с представлением о прошлом. Как о потоке струй асинхронных, которые движутся с разными скоростями. И что их нужно даже мне самому, которое касается моего прошлого, раскапывать. Они никому не даны непосредственно, чтобы посмотрел их и увидел. Потому что вот этот самый антрополог, который едет в Марокко или в Индонезию, Гирц предложил, что антрополог может ехать американец в Америку. И изучать своих американских рабочих. Или в данном случае, что мы сделали с Россией, мы изучали свою собственную культуру. Но я могу антрополог взглянуть внутрь самого себя. И спросить. Я в 80-х был художником абсорбционистом. И у меня были очень сложные отношения с концептуалистами. С массовскими концептуалистами, как потом стали их называться. Многих из них я просто знал. Юра Альберт или Вадим Захаров. То есть я был на тусовках, на которых кричал Кикимор и Пригов. В общем, я был в этом мире. Но я был совершенно оцайдером. Я их дико ненавидел. Не одобрял, потому что мне казалось, что семиотик это лженаука. А массовский концептуализм это тупиковые ветви. Вообще заблуждение, обман, спекуляция. А настоящий это экспрессивный абстракционизм, которым занимался я. А теорию я знал. Я читал Бадрияра по-английски. Чего они не делали. И для меня теперь сложный опрос. Я, конечно, художник совершенно неизвестен. А если я был московским концептуалистом, может быть, я бы состался как художник. Так вот я что-то упустил, промазал? Или что это такое было? Я не знаю. И чтобы на этот вопрос самому себе ответить, нужно запускать интерпретационную машину по гирцу, соображать, читать какие-то мемуары, что-то вспоминать. И это дело выстраивать. Я понимаю, что я помню свое отношение к концептуализму в группе коллективного действия, которое проходило в Битцевском лесопарке, рядом с которым я часто их встречал во время воскресных прогулок. Я не знаю, к этому относился. И я понимаю, что я нынешний, это фактически антрополог, который попал в мою голову, и прошлое, которое я припоминаю, оно такое же, страшное, кошмарное, авторезефектное прошлое по гирцу, и мне нужно его исследовать, как криминалисты исследуют преступления, чтобы что-то вытягивать и, возможно, каким-то новым для себя заключением приходить. Это стало моим глубоким убеждением. И это очень нехило, я бы сказал. Это очень странное к себе такое отношение. То есть серьезно относиться к антропологии гирца, это именно мировоззренческая вещь. Это другой взгляд на вещи. Ну и, конечно, у меня чудовищно повысилась сенситивность, то есть восприимчивость к многому из того, что мы сейчас видели. То есть если я вижу сдвинутые окна, если я вижу вкрапление другого материала, если я вижу что-то закрашенное, что-то сломанное, что-то починенное, у меня просто это вот мое, я все это люблю. То есть система ценностей, эстетических приоритетов у меня, ну не то, что прям кулебаками сформировано, но вот я могу об этом говорить, показывая фотографии на кулебаке. И вплоть, вот я приехал в Москву читать лекцию, и вчера, и позавчера, и позавчера мы ходили с моим приятелем по разным местам Москвы в поисках чего? Абандона в поисках кулебак, в поисках ебеней. Вот мест, где вот какая-то вот непонятная плазма чего-то вот другого выпьет и делается зримой, где она не замазана краской. То есть это, ну для меня лично это очень важно. И я не знаю, что бы было со мной, какой бы я был бы, если бы не было кулебак. То есть мне было бы интересно, как бы я до того же самого дошел, или бы я был бы совсем другим. Но это опять же, я могу только об этом фантазировать. Из-за того, что в современном мире очень много интерпретаций, очень много значений, может быть даже у одного и того же объекта он может быть интерпретирован по-разному, или с точки зрения разных каких-то групп он как бы приобретает разное значение. Поэтому он считает, что как бы главное это все-таки объект, и важно как бы показать объект. Отсюда вот у меня возникает собственно вопрос о релевантности и важности визуального языка, если используется визуальный язык в антропологическом исследовании. не текст, как это там, ну, как культура, как текст, вот это вот такое классическое какое-то старое такое понимание, а вот здесь уже с точки зрения фотографии, вот как бы универсальность такого языка, то есть как с этим быть? то есть чтобы, ну, немножечко абстрагироваться, может быть, вот какого-то навязывания, какой-то определенной точки зрения, что ли, да, или вот от этой вот, от этой вот многочисленности вот этих значений. То есть как с этим быть? Ну, я большой проблемы, честно говоря, не вижу. О том, что гирц сомнительная фигура, я знаю. О том, что есть, ну, не прямо-таки анти-гирц, такой, типа, бе, вторичная фигура, какой-то поздно пришедший семиотик, который, в общем, и все это сказано в других местах, и, в общем, так, то, что я так на нем отъехал умом, говорит, прежде всего, о моей собственной необразованности. Я больше ничего другого не читал, вот, а его фактически нет. И я могу сказать, что у гирца много текстов и статей, которые я не в состоянии читать, и там такое академическое бу-бу-бу-бу идет. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что вот то, о чем я пытался сегодня говорить, имеет смысл, вот, и меня это мотивирует. Значит, поэтому для меня гирц оправдан. И если у кого-то нет такой ключевой фигуры, вот, он не может сказать, вот, ну, кто, какие вот теоретики, вот, или, впередсмотрящие мысли тебе важны, сразу не может сказать, там, три имени, я могу сразу сказать два, Рудольфа Арнхейма и Клиффорд Гирц. Вот, при всем моем критическом отношении, и могу прямо в любое время дня и ночи рассказать вот эту историю про гирца, и могу про Арнхейма еще больше. Вот, то, мне кажется, это человек-то странный, то есть это должно быть, вот, какая-то вот идеология, что-то такое глубокое понимание хоть чего-то. Не просто, ну, вот, я и Делеза читал, и Бадрияра читал, и Фуко читал, я все это дело читал, но внутри меня же живут Арнхейм и гирцы, или, точнее, то, что из них выросло, или, точнее, то, как я пробовал их применить в своей практике. Вот, то есть поставить опыт, потащиться в эти хулибаки не раз, профотографировать, поговорить с людьми, подумать, написать, подумать, сфотографировать, посмотреть то же самое в Кёльне, посмотреть, как это функционирует в Берлине, или как это функционирует в Москве, еще раз подумать, рассказать десяти людям про гирцев, услышать их фи, погуглить и так далее, и так далее, и так далее. И я понимаю, что я из этого в это дело втянулся, но, с другой стороны, это мне дает мясо, которое я жую своим умом. Вот, и поэтому для меня лично это оправдано. Что касается того, что слишком много семантики у объектов, и есть много слишком интерпретаций, я как раз Стронина считаю, что наоборот, что их слишком мало, и что происходит редукция и обессмысливание, что есть стул, ну и черт с ним, вот такой стул и есть. Но он черный, а могут быть серые или белые, большого значения не имеет. Покрашены серой краской стены, в этой краске есть что-то фиолетовое? Какая разница, собственно? И что это значит? Ну и ничего не значит, потому что текст был поконтрастнее. А текст мог бы быть белым написан, но он поконтрастнее. Но если это был белым, то было бы противно. А может прозрачная краска намешана, там серая просвечивается, поэтому такой в расти ручку получился. То есть я такую говорилку могу придумать про очень много что, но на самом деле это не воспринимается, это не воспринимается как давление. То есть если я надену такие увеличительные очки или бинокль, и вот семантически буду на что-то смотреться, то это можно придумать. Я думаю, что это люди способны сделать про какие-то другие вещи. Но в принципе, на нас реальность не давит этими самыми бабами герцами. Например, вот стоит магнитофон катушечный, это очень большая редкость. Я не знаю, это Акай стоит или нет, но это огромная редкость. И на него много что накручено, и мы их воспринимаем. И я воспринимаю его в качестве вот такой, типа Элиаль какой-то, Кинг-Конг такой. Нет, совершенно никто этого не воспринимает. Но стоит и стоит, непонятно что-то записывает, что-то показывает. Ну как бы хорошо. То есть я не вижу интерпретационного такого оверкила. На меня просто слишком мало смыслов. И у меня такое впечатление, что я их придумываю, что я вдумываю, чувствую слишком много, а на самом деле этого нет и этого и не нужно. Ну, возможно, это от того, что я такой припольный чувак и все. Я это не знаю. Об интерес к объекту, да, да, но вопрос, у кого опять же это интерес к объекту? Вот у меня есть интерес к объекту, а у вас он есть? Вы сколько объектов в своей жизни видели? Вы их фотографируете? Это вопрос очень практический. Я рисую пейзажи, а вы рисуете пейзажи? И поэтому я за свой базар про объекты готов отвечать. У меня там есть фотографии, там куча, в компьютере там вообще их еще больше. И я вижу большие разницы. Я могу это дело нарисовать. Я начал уговаривать разных людей прислать мне фотографии, рисунки разных объектов. И такую сделал папку в Facebook объекта Филия. А вы этого не сделали? А автор вот этого самого тезиса, который тоже не сделал? А я сделал. И это вот большая разница. У меня есть, например, развлечение между объектом, который стоит в пространстве. Например, стул стоит в пространстве, и я сижу, он окружен. И объект, который находится в пустоте, как скульптура Микеланджело, который можно поставить в разные места, он находится в вакууме, окруженный. Это две очень разные вещи, вписанные в абсолютное пространство пустоты. Это пространство Ютона. Или объект, линии которого параллельно или под углом идут к стенам, который вписан в пространство Лебенца. Для меня это очень релевантно. А для вас? Или для этого автора? Или еще для кого-то из присутствующих? То есть я вовсе не согласен с тем, что есть такая важная дистинкция, объект нагружен смыслами или ненагружен смыслами. Я считаю, что есть люди, я знаю, что я не один такой, у которых есть обсессии, навязчивые идеи, пристрастие, мания к каким-то обстоятельствам, частным обстоятельствам жизни, в частности к разным народным объектам, а у других к чему-то другому. А общего случая нету. Как говорит тот же самый Гирц, потому что для кого-то это что-то, кто-то любит попадио, а кто-то любит хрящик. Про фотографии, насколько релевантны мне фотографии, я сначала считал, что нужно рисовать. Фотографии это такой какой-то XIX век. Потом я стал считать, что уже после Кулебак, то есть где-то уже году в 2012-2013, что видео, нужно снимать кино видео. А фотографии это обман. Потом я понял, что видео тоже нельзя, потому что в видео это возникает нарратив, и кино предполагает некоторый рассказ, некоторую связанность внутреннюю, которую, скажем, в пейзаже, в пейзаже нету. В пейзаже нету, как мы с вами сидим, стоим, рассказа. Но если снимать медленное кино, возникнет то, что было раньше, то, что было позже, для чего это, чем это кончается, что будет дальше. То есть возникнет рассказ, которого в мире нету. Это большой минус для кино. И это нужно придумывать или монтировать. Скажем, я сначала показываю панорамой, как мы здесь сидим, а потом кусочек деревьев, моряной рощи, а потом, я не знаю, еще что-то. И возникает рассказ. Но, в принципе, это искусственный прием, и по-моему, кино тоже так себе. Поэтому я вернулся опять к фотографии. А недавно я прекратил сфотографировать опять. То есть буквально 2-3 недели назад из-за одной оптической иллюзии. Но я могу об этом еще подробно рассказать. Но я хочу сказать, что вопрос о том, подходит ли фотография для адекватного изображения объекта сегодня, мне кажется не просто неадекватным, а поставленным человеком, который не фотографировал и никогда не имел личного такого маниакального отношения с объектами. Я не в обиду к вам, не вас на чувство воду вывожу, а вот думаю вслух. И спасибо за неожиданные вопросы, потому что я импровизирую. Очень может быть, что завтра бы я сказал, что что-то другое, если я подумал, но мне нужно говорить сейчас. Есть еще какие-то есть вопросы? Мы очень часто занимаемся тем, практически тем же самым, чем вы занимаетесь в кульбаке, потому что мы с молодой человеком много ездим, и мы иногда делаем какие-то материалы как журналисты, но в лажорку на сердце мы их делаем намного реже, чем мы влезаем в какие-то подобные истории, мир. И вот у меня очень часто в такие моменты приследует ощущение какого-то самозванства, потому что люди пытаются тебе добиться, кто-то такой, и зачем тебе это надо? И мне интересно, например, как вы себя чувствовали, да, и что вы говорили. И вот, ну, ты, да, просто потерялись таким ощущением, и действительно мы это используем, мы это делаем для того, чтобы нам просто шлось интереснее. То есть это такое банальное любопытство, которым все, по сути, объясняется. Ну, я к тому моменту уже был лет восемь журналистом, и привык задавать эти вопросы разные. И у журналистов развивается даже не то, что цинизм, а какая-то больше легкость, что ли, обращение с людьми. А потом можно обманывать. Ну, в общем-то, мы этим не занимаемся, потому что я тоже журналист, и мы часто, да, говорим. Нет, да, 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 да. Но вопрос только в контексте. То есть, что у вас Аменда Раусхонт, как сказал Хельмут Коль, что, в конце концов, выйдет сзади, да, в переводе с немецкого? То есть, к чему это все приведет? То есть, чем все это кончается, да? Вот я, например, начал рассказать о том, что проект Хулебак потерпел крах, то есть, он застыл в литургическом состоянии в самом своем начале, да? И это какой-то самолет, который не то что не взлетел, а только там полкрыла построили, вот он остановился. Но уже и так понятно, о чем это речь, может этого достаточно, да? Вот, и это работает для меня 12 лет после этого. Работает ли это для вас? Что это такое получается? То есть, вот это на самом деле интересно. Может быть, что я остался в этой вот, в этом, в лупе, бесконечном цикле кулебачим я. То есть, вот я... Процессы, да? Меня тоже это пугает? Вот, что я хожу, и недоделанные кулебаки у меня все время, как бы, в глазу. Если бы, может быть, была бы книга сделана, вот, и я бы, после этого, через два года, после ее выхода, я начал бы стесняться, вот, и я бы перерос бы это дело, и махнул бы рукой. От того, что это все дело не закончено, я продолжаю прикалываться к вот этим вот элементам городской структуры. То есть, я никогда не вырос, я не вырос из кулебак. Вот. Но это, опять, мое личное дело. Вот. Зачем это, почему это все интересно присутствующим, или посетителям нашего с Василием сайта, я не имею понятия, но как бывших ложных авангардистов, я считаю, что и не надо этим интересоваться. Потому что иначе вообще ничего не сделаешь. То есть, вот, человек, который придумывает шутку, скажем так, или песенку, он рад, что получилось смешно, что получилось прикольно, да, а если кто-то там над ней смеется, ну, и хорошо, да, ну, а иначе вообще просто смертной той точки не сдвижишься. Да, конечно, конечно, конечно. Конечно. Именно что? Рассказ о проекте об этом, это есть абандон, который рассказывает, в общем, короче, да, это смесь абандона и гирцевщины, то есть это все, да. И, собственно, уже сложно сказать, чем это было, потому что мы наполовину не помним, есть какие-то свидетельства, можно это дело восстановить. Я, собственно, хотел с этого начать свою лекцию, сказать, что вот предисловие, и я погружаюсь в предисловие, и погружаться в предисловие можно бесконечно. И вот смысл того, о чем это речь такой, что невозможно ввести в курс дела. Невозможно ввести в курс дела, сказать, что такое кулебатель, или что такое Москва, или что такое вы, или что такое человек, или что такое вот микрофон. Введение в курс дела бесконечно, а чем глубже и дальше во время, тем это все шире становится, и это неисчерпаемо. И, скорее всего, поэтому это даже процесс интерпретации, он обречен на руину, пусть пусть руиной. А когда он рассказывает еще о какой-то руине, и сам недоделан, ну тогда это руина, руинственно руинит руину, получается. И в таком виде это соответствует моему мировоззрению. По-другому не бывает. Вот это как бы окей. А какие у вас планы на лето? Планы на лето? А какая меня первая игра пластинка вас не интересует? Я сейчас работаю в Киеве, в арт-центре изоляции. Вот. И меня там заставили делать музыкальные вечера, устраивать концерты разного рода авангардной музыки. У меня ангар 600 квадратных метров, потолок раз в полтора повыше, чем здесь. Вот. Чудовищная акустика. Практически никакого бюджета. Мне нужно посредством авангардной музыки сделать бизнес, чтобы люди платили и не платили деньги. Я сделал два концерта. Один с таким, с импровом. Такой фриджаз. И второй с электронными будилками и бубнилками. Второй был бесплатный. На первом мой бизнес был, я вбухал 8 тысяч гривен. Не важно сколько это, а заработал 2 тысячи гривен. То есть я растратил 6 тысяч гривен. Но это порядка 400-500 долларов. Вот. Так что музыкальный бизнесмен из меня фиговый. Фиговый. Завтра я возвращаюсь в Киев и начинаю там вести переговоры, взять аппаратуру на прокат, ее купить. И выяснять, какие авангардные проекты, не резущие ни в какие ворота, нойз, электроника, что-то такое, вообще в Киеве существуют и готовы выступать в индустриальном ангаре с паршивой акустикой бесплатно. Вот. Что? Да, да, да. Я тоже так думаю. Чем безумнее и безнадежнее идея, тем у нее лучше шансы быть реализованной. К сожалению, я перестал снимать видео, я перестал фотографировать. И я еще пишу книгу, которую я бросил писать. Я пишу книгу о визуальном восприятии и своих отношениях с Арнхеймом. Вот. Это такое визуальное мышление такое. Я написал пять глав с большим количеством картинок. Вот. Но уперся в то, что я стал подозревать, что мозг работает не так, как мне кажется, и цивилизация ушла довольно вперед далеко. Я все бросил и занялся чтением книжек и просмотром лекций на YouTube на тему конволютивных нейрональных сетей, если вы знаете, что это такое. Вот. Это такие штуки, которые распознают, например, лица. Вот. На Facebook, вы знаете, есть фотографии, которые вы сохраняете. Там такие квадратики возникают вокруг лиц, да. Это распознает нейрональная сеть. Ни один человек не способен это сделать. В таком количестве, там 6 миллионов фотографий в день, в сутки сохраняется. Или если какую-то голую фотографию кому-то попробуйте сохранить, вам тоже будет отказ, потому что тоже есть компьютерная сеть, компьютерная сеть, которая интерпретирует фотографии, выясняет, что это какая-то порнуха с ее точки зрения. Вот. И, соответственно, этому делу препятствует. Я вот решил выяснить то, что на популярном уровне, что это такое вообще, с чем это связано, и как вот искусственный интеллект и машинное видение существуют сегодня. Вот. Я надеюсь, что это мне скоро удастся додавить. У меня осталась одна книжечка, я считаю, что вот дочитать, переведенная на русский язык и называется «Об интеллекте». Вот. И продолжу писать или не буду писать что-то другое, потому что перед смертью хочется еще что-нибудь написать, сказать. Вот. Надо что-то сказать про пейзаж, про визуальность. Не знаю. Не знаю. Да, кстати, мне эту книгу собрался издавать мужик, который издавался уже 3 года назад. Я помещал ему книгу написать. А бы какую. Вот. А может быть уже книги кончатся. Потому что мне один продвинутый хипстер, дизайнер в Киеве сказал, что вот ты, ты человек горохов старого времени, ты все думаешь про книги, а уже книг нет, есть епубы. Епуб, ты знаешь, вот ты вот пишешь-пишешь, а будет епуб. Или тебе пдф милее. А я говорю, ну пдф, а у тебя даже мобильника нет такого, на котором этот епуб читают. Да они тоже, говорят, уже вчерашний день. Вот. И я очень подозреваю, что культура книг вообще исчезнет или исчезла уже. И это все не имеет никакого смысла. И таким образом я превратился в дедушку, превращаюсь медленно, который в бутылке строит там корабль. с палочек и через горлышко их туда засовывают. Такие вот были раньше в советское время или в 19 веке, я не знаю. Я так думаю, каким я буду стареющим пенсионером, когда будет 80 лет или 70 лет, что очень скоро. Вот. И я думаю, каким-то таким я буду писать книгу, когда книг уже не будет никогда и вообще не понять зачем. А идеи, которые там есть, будут они 150-летней давности. Ну. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.